Прежде чем мы начнем сегодняшнее занятие, я бы хотел сказать пару слов о домашнем задании. Конечно, никаких жестких строков я не ставлю, но, во-первых, пытайтесь прислать хотя бы первую версию раньше, для того чтобы у вас было время на исправление. Ну и, во-вторых, хотелось бы немного пройти по типичным недочетам, которые были в том, что мне уже успели прислать. А? Ну а любой из моих контактов, указанных у меня в профиле и в приветственном топике. Мне на почту, в скайп, в телеграм, куда угодно. И так вот, теперь за наличие таких недочетов никакую оценку я не снижаю, скорее всего я буду вам просто возвращать это додание на доработку, пока вы не заработаете себе максимальный балл. Таким образом, сдав первые три задания с максимальным баллом, вы получаете уже как минимум тройку за этот предмет и он вам не помешает перейти на следующий семестр программы технотрека. Итак, первый недочет, который встречался у многих, это то, что путь к исходным данным, с которым работает скрипт, любят хардкодить. Причем некоторые люди даже указывают путь к своей собственной домашней директории. Этот скрипт может запускаться разными людьми на разных системах, исходные файлы могут находиться в разных местах. Не нужно заставлять людей лезть в коды, искать место, в котором вы указали файл и менять его. Поэтому стоит сделать так, чтобы можно было передать путь к исходному файлу либо в аргументах командной строки, либо просто ожидать поступления данных на стандартный ввод. Другая типичная ошибка – не проверять входные данные. Там может быть уже пользователь, который существует в системе, или для этого пользователям может быть указана домашняя директория, которая уже существует и даже занята другим пользователем. Или напротив, там могут быть указаны дополнительные группы, которые нужно присвоить пользователю, которых не существует. Все эти случаи нужно корректно обрабатывать. Каким образом обрабатывать в тот или иной случай – это обсуждаемо. Нужно ли завершать работу скрипта или нужно, например, создавать несуществующую группу – это вопрос другой. Тем не менее, проблема связана с тем, что вы не учли возможность существования или несуществования чего-то быть не должно. Третий недотописный недотаток связан с не очень внимательным чтением задания и тем, что не все заметили, что может возникнуть необходимость задавать опционально многие параметры пользователя, но речь идет именно об опциональности. То есть у пользователя запросто не может быть, например, пароля. Если это системная учетная запись, под которой никто никогда не будет логиниться, просто под ней будут запускать непреволегированные процессы. или подумайте, с какими еще параметрами пользователя может возникнуть такая же ситуация, что их запросто не может быть. Таким образом, ваш скрипт должен корректно обрабатывать ситуацию, что того или иного параметра у пользователя просто нет и не задавать его, а не возвращать ошибку, когда у вас нет значения для того или иного ключа юзера. Просьба это учесть, я надеюсь, что хотя бы на следующей неделе большая часть из вас уже прошлет первую версию, с учетом того, что понадобится еще временно доработки. У кого-нибудь есть какие-то вопросы? Хорошо, это законный вопрос, и для того, чтобы посмотреть, существует сущность или не существует, существует замечательная команда getend, где, например, в паспорах существует запись с пользователем root, а, например, с пользователем root не существует, но так как большинство из вас пытались проверять существование пользователя, такой пользователь бы, конечно, нашелся. Вы пытались просто грепать ими пользователя в ETC Password. Точно так же и с группами. Проверим, существует ли группа root. Да, группа root существует, у нее гид ноль. Так, есть у кого-нибудь еще вопросы, связанные с домашним заданием? А есть такие, которые позволяют разбирать командные строки, с ключи там поднять? Аргументы командной строки передаются просто в виде массивов. Мы, кажется, договаривались, что элементы синтаксиса баша я опущу, потому что это очень скучно разбирать, но уж коль скоро такой вопрос возник, давайте посмотрим на пример. Пример такой, кстати, был на первом занятии, вы могли смотреть его чуть внимательнее и не упустить его. Посмотрим на примерный скрипт, который я показывал print.args.sh. Здесь рассматривается один из методов разбора аргументов командной строки. Просто мы работаем с массивом аргументов и обходим его циклом. Так стоит работать, например, когда заранее количество аргументов неизвестно. Но в тривиальном случае, когда, например, ваш скрипт принимает один аргумент, как в данном случае, просто, например, он принимает единственный аргумент путь к файлу с данными, вы можете работать со служебной переменной $1. и таким образом использовать ее значение в качестве пути к файлу. Да. Да, хорошо. У кого-нибудь еще есть вопросы по домашнему заданию? Да, конечно. А зачем вы вводите такое ограничение? Вы можете принимать, например, в качестве аргумента командой строки произвольный путь к файлу. Зачем вам ограничивать на левом положении этого файла директории, в которой есть скрипт, когда вы можете его не ограничивать? А как тогда принимать? Ну, об этом было дважды сказано ранее. Во-первых, я это сказал, так сказать, в своей общей части о том, что вы можете либо просто сказать, что этот файл должен быть передан на стандартный ввод любым доступным способом, либо вы можете принимать в качестве аргумента путь к нему. То есть, если вы, например, говорите, что ваш скрипт должен в качестве первого единственного аргумента принимать путь к файлу с данными, то в таком случае вы можете считать, что путь к этому файлу находится в переменной $1. В переменной $1 находится первый аргумент командной строки. об этом говорилось 30 секунд назад. Хорошо. У кого еще есть вопросы по домашнему заданию? Да. Нужно проверять корректность ввода данных, то есть, что пользователь не вел вообще какую-то абракадабру? Да. Конечно, стоит. Поскольку, представьте себе, что вы этот скрипт запускаете на своей системе с файлом, который вам откуда-то отправили. А если передали какую-то абракадабру, то вам потом за ним руками чистить, удалять лишних созданных пользователей и прочие сущности. Естественно, надо проверять. Абракадабра бывает явно и неявно. Если она совершенно невалидна, то ругнется. Если окажется так, что юзереду, тем не менее, переданы похожие на валидные данные, просто пользователь создается не с тем логином, с каким должен, например, то такое лучше проверять. Это уже я общего ответа вам не дам, это зависит от того, в каком именно формате вы решаете принимать входные данные. Формат же свободный. Вы можете выбрать такой формат, в котором он может оказаться некорректным. Например, у вас будет какой-то разделитель между полями, а по имени пользователя, а в имени пользователя нахождение такого разделителя будет не запрещено. И поэтому у вас будет не полный логин пользователя, а только часть его, к примеру. Стоит о таких вещах подумать. Так, остальные все поняли? Вопросов нет? Можно перейти к занятию? И еще раз, так же, наверное, уже в третьих хочу сказать, что если кому-то во время занятия что-то непонятно, не бойтесь, задавайте, пожалуйста, об этом вопросы и не бойтесь меня прерывать. Это будет гораздо лучше, чем если вы просто, так сказать, выпадете из потока и в дальнейшем вам будет сложно воспринять все дальнейшее. Я заранее запланировал время на то, что у нас может возникнуть какая-то дискуссия из-за того, что как будто что-то непонятно. Поэтому смелее. Неясно спрашивайте. Я тоже не преподаватель с двадцатилетним опытом, как большинство тех преподавателей, которые вот здесь читают ваши основные курсы. и могу что-то рассказывать не совсем понятно. Не стесняйтесь. Итак, тема сегодняшнего занятия – сетевые технологии. Linux здесь упомянут на самом деле исключительно потому, что про него вроде бы курс. На деле сегодня речь пойдет о сетевых протоколах без привязки к какой-либо операционной системе. И в качестве одной из общепринятых моделей сетевого стека мы рассмотрим модель оси. Что такое сетевой стек протокола и зачем он нужен? Он нужен, если говорить совсем вообще, для обеспечения взаимодействия компьютеров друг с другом. А почему он называется стеком? Стеком он называется потому, что там применен так называемый принцип инкапсуляции. Протоколы более высоких уровней – ничего не знают о существовании протоколов более низких, просто сообщения в рамках протоколов более высоких уровней — инкапсулированные внутри сообщения протоколов более низких уровней. Таким образом, протоколам совершенно не обязательно ничего друг от друга знать. Протоколу TCP не важно какой протокол, уровень приложения используется, HCTP или FTP или еще многое с из многих существующих протоколов уровня приложения и также протоколу цепи например неважного какой протокол сетевого уровня используется под ним скажем ipv4 или ipv6 это позволяет убрать один протокол стеки и заменять и заменять на другой нет не трогай остальные что удобно какие вообще уровни протоколов есть один из общепринятых вариантов которые мы будем рассматривать это модель оси есть еще другой тоже примера такой же общительный общепринятый вариант стека это степи и пи ну разница между ними чисто чисто термин терминологической и проблемы с этим возникнуть не должно начнем с первого уровня которым в рамках данного курса говорить особенно нечего это физический уровень на физическом уровне если говорить совсем грубо задается разница между тем что такое ноль и что такое единица как как передаются и принимаются данные что например ей есть два провода и и напряжение напряжение ниже и разница потенциалов там ниже с там с каких-то вольт это ноль больше с каких-то вольт единиц это все относится к физическому уровню в простейшем случае в более сложных уровнях например в случае какие-нибудь беспроводных протоколов там могут использоваться продвинутые методики гашения эффекта эхо на например как протоколе вай фай и то и тому подобные вещи они в рамках данного курса рассматриваться конечно же не будут поскольку это вопросы железа вопросами железо программисты не занимаются админы стараются не заниматься хотя и так конечно не удается поэтому сразу мы начнем с со второго уровня это уровень на котором находится протоколы типа эзернета обеспечивающие непосредственную связанность между компьютерами пределах локальной сети на третьем уровне на сетевом уровне находится протокол обеспечивающие связи связь между компьютерами находящимся в пределах пределах разных сетей с помощью маршрутизации на транспортном уровне находится протокол обеспечивающие за гарантированные или не гарантированную доставку пакетов уже между конкретными приложениями на хостах и с пятого по седьмой уровень там уже грань между протоколами этих уровней размывается и можно долго спорить о том, что относится к пятому, что к шестому, что к седьмому, поэтому их часто просто берут и объединяют в один уровень приложения, как это делается, например, в стеке TCP и IP, и там находятся данные, относящиеся к конкретному приложению. Именно на этом уровне, например, находится протокол HTTP, поэтому начнем снизу, а именно с протоколов уровня 2 на предмете Ethernet. Какова задача этого протокола? Как я уже сказал, задача этого протокола объединять компьютеры в пределах локальной сети, в которых данные между любыми двумя компьютерами могут направляться друг к другу напрямую. Каким образом это работает? Например, один компьютер пытается отправить другому данные. На совсем-совсем высоком уровне может использоваться какой-то адрес для отправки либо уже IP-адреса, то есть адрес протокола более высокого уровня IP, либо сначала даже DNS-имя, которое будет разрезовывано в IP-адрес. Но, тем не менее, для отправки данных в пределах локальной сети используются аппаратные адреса, так называемые MAC-адреса. И каждый MAC-адрес выдается конкретной единице оборудования, например, конкретному сетевому адаптеру, конкретному порту коммутатора или любому другому устройству, имеющему сетевой разъему, например, Wi-Fi-модулю, и он должен быть уникален. Всем производителям оборудования раздали свои собственные диапазоны MAC-адресов, и в рамках этих диапазонов они назначают уникальные MAC-адреса своим изделием. Как же происходит отправка данных в пределах локальной сети? Скажем, происходит попытка отправки данных на какой-то IP-адрес. Но, опять же, IP-адресов при отправке по локальной сети можно считать, что нет, а это адрес протокола более высокого уровня. А для того, чтобы отправить пакет в рамках локальной сети, нужно знать MAC-адрес получателя. Поэтому как же поступить? Для того, чтобы решить эту проблему, используется ARP – Address Resolution Protocol, протокол разрешения адресов. Поскольку пока неизвестно, куда же именно нужно отправлять данные, то с помощью так называемого бродкаста, то есть отправки пакета везде всем узлам в сети, хост-отправитель рассылает специальный запрос ARP.HUHAS, ARP у кого есть, у кого есть такой IP-адрес, ответьте мне. Ему на это отвечают – вот я такой хост, у меня есть такой IP-адрес, у меня такой MAC-адрес. После этого хост получает этот ответ и вносит в таблицу MAC-адресов соответствие такого-то IP-адреса, такому-то MAC-адресу. В дальнейшем отправка производится по локальной сети без дополнительного обмена ARP-пакетами. Выглядит это следующим образом. это учебная виртуалка, на которую я уже зашел удаленно по SSH. Сейчас лучше здесь покажу. Вот пример. Я зашел на свою учебную виртуалку PSSH и, таким образом, в таблице ARP-адресов моего компьютера, с которого я зашел, сохранено, что у такого-то адреса, на котором находится моя виртуалка, вот у такого адреса, есть вот такой MAC-адрес. Именно на него нужно отправлять данные через интерфейс в LAN0. И в рамках локальной сети в дальнейшем отправка данных идет непосредственно с моего сетевого интерфейса непосредственно на тот, без каких-то промежуточных хостов. Понятно, что такой примитивный метод имеет свои собственные преимущества и недостатки. Преимущество его в том, что при такой отправке нет никаких дополнительных узких мест, кроме, может быть, в каких-то случаях сетевого коммутатора, который работает на том же самом втором уровне, или в случае использования какого-нибудь беспроводного Wi-Fi в узком месте может оказаться точка доступа, но, тем не менее, их минимальное количество. А недостатком является то, что все компьютеры должны друг о друге знать. Для того, чтобы начать отправку на какой-то компьютер, нужно узнать его конкретный аппаратный адрес и отправлять туда данные. Понятно, что такой подход спокойно может работать в пределах небольшой локальной сети, но он не может работать, например, в пределах всего большого интернета. Там один и тот же IP-адрес может обслуживаться сразу большим количеством серверов, и есть и такие технологии, и, кроме того, они могут меняться, и это все должно происходить прозрачно. Ведь если бы все работало как в локальной сети, то если бы кому-то захотелось заменить компьютер, обслуживающий тот или иной IP-адрес, то его старый MAC-адрес все равно остался бы в арб-таблицах всех, кто на него отправляет данные, и работа с ним бы у всех сломалась, им пришлось бы чистить свои арб-таблицы. Это довольно было бы неработоспособно, поэтому, естественно, весь интернет, локальную сеть не объединен. Что же используется для того, чтобы отправлять данные вне пределов локальной сети? Для этого используются протоколы сетевого уровня. Скажем, чаще всего протокол IP в одной из двух своих версий, IPv4 или IPv6. Их общие свойства таковы, что отправитель и получатель не обязаны быть связанными напрямую. И то есть для того, чтобы отправить пакет, например, на Google, вам совершенно не нужно знать, какой MAC-адрес у компьютера, который будет принимать пакет, какова вообще топология сети между вами и ними. И главное, чтобы существовала возможность построить такой маршрут. Причем весь его вам знать не надо, вам надо знать только свою часть. В рамках протокола IP пакеты доставляются вообще без каких-либо гарантий. Они могут теряться без уведомлений или с уведомлениями, о чем мы говорим позже, они при отправке могут меняться местами и так далее. В этом смысле не гарантируется ничего. В качестве адреса компьютера используется так называемый IP-адрес, который сейчас уже можно уточнить как IPv4 адрес, имеющий длину в 4 байта. 4 байта это, как вы понимаете, дает нам 400 с небольшими миллиарда адресов и в теории, на практике, как мы дальше увидим, еще меньше. И когда-то, в далекие времена, в начале 80-х годов, когда проектировались эти протоколы, казалось, что этого хватит навсегда. Ведь на самом деле тогда IP-адресов было нужно несколько сотен, но может быть тысячи. Поскольку компьютеры подключены к сети, были бы, может быть, в каких-нибудь крупных корпорациях, в университетах и тому подобных серьезных заведениях. Ну, сколько-то сейчас адресов есть, ну, скажем, тысяча, за 4 миллиардов точно хватит всем и можно их даже разбазаривать. Как разбазаривать, увидим дальше. Но сейчас ситуация изменилась, к сети подключено у каждого человека по несколько устройств, у всех на столах стоят ноутбуки, в карманах лежат смартфоны. И выходит, что на Земле там 7 миллиардов человек, и на каждого было бы нужно по несколько адресов. Поэтому если бы на каждое устройство выдавался реальный маршрутизируемый IP-4 адрес, их бы даже и в теоретически доступного количества уже не хватило. Но, несмотря на то, что проблемы исчерпания IP-4 есть, такой ситуации пока еще не возникло. И почему ее не возникло, об этом мы поговорим дальше, когда мы будем обсуждать так называемые серые немаршрутизируемые сети. И еще одним свойством протокола и второго уровня, о чем я упустил упомянуть и третьего, является ограниченность размера одного фрейма в терминологии Ethernet или пакета в терминологии IP, который может быть отправлен. Максимальный размер IP-4 пакета, который может быть отправлен, называется МТУ, Maximum Transmission Unit. Может сложиться ситуация, в которой на разных маршрутизаторах, который должен пройти пакет, путешествуя от точки отправления к точке назначения, этот максимальный размер будет разным, может быть где-то он окажется меньше размера пакета, и в этой ситуации может произойти его фрагментация. В этой ситуации маршрутизатор принимает пакет, и бывают такие волшебные теоретические ситуации, что он его фрагментирует и отправляет вместо одного пакета два, сообщая о том, каким образом их объединить. Но в реальности практически все маршрутизаторы настроены на то, что в таких случаях пакет просто дропать. Это связано с таким техническим ограничением, что как вообще архитектурно устроен типичный маршрутизатор, используемый в большом интернете. Вот, наверное, многие из вас играли в компьютерные игры и знали, что многие это серьезные игры класса ААА очень требовательны к ускорению видео на видеокарте. Если бы вы просто пытались рендерить их видео на процессоре, то получалось бы просто слайд-шоу. Примерно то же самое имеет место и на серьезном сетевом оборудовании. Все операции с пакетами, их коммутация и маршрутизация выполняются на специальных микросхемах, которые спроектированы непосредственно для этой задачи. И пока пакет не изменяется, а просто перекладывается с одного порта на другой, каким-то образом маршрутизируется, ну или дропается, это может происходить со страшной скоростью. Если же с пакетом нужно что-то делать, например, сферментировать его или отправить ответный пакет, как мы увидим на протоколе TMP в некоторых случаях, или что-то еще, эта операция должна быть выполнена центральным процессом маршрутизатора и скорость этой операции может сравнить со скоростью сферного рендеринга видео, то есть она гораздо ниже. Такой механизм очень сильно нагружает процессор маршрутизатора и мог бы использоваться для того, чтобы организовать на них атаки. Поэтому в реальности на то, что где-то посередине маршрутизатора ваш пакетик фрагментирует на два, если у него МТУ будет меньше, чем размер вашего пакета рассчитывать не стоит, он его просто дропнет. Дураков таких уже не осталось. Как устроен заголовок IP пакета? Там содержится целых 4 байта на версию протокола, дальше 4 байта на длину заголовка. Длина заголовка имеет переменную длину из-за того, что протокол проектировали в старых времена, когда еще не очень знали, для чего он понадобится, и туда включили поле опций переменной длины, которые на самом деле практически никто не использует. Дальше существует поле, указывающее приоритет данного пакета. Согласно значениям этого поля маршрутизаторы могут приоритетировать, какие пакеты обрабатывать раньше, какие позже, дальше идет поле необходимое для сборки фрагментированных пакетов и поле, содержащее длину пакетов байта. Отдельно длина заголовка и длина всего пакета нужна для того, чтобы из их разницы можно было вычислить переменную длину поля опций. Также существует идентификатор пакета, три опциональных флага нольника, они используются, флаг не фрагментировать и флаг того, что этот пакет фрагментирован, дальше сдвиг фрагментированного пакета в случае, если он фрагментирован. И следующее поле, весьма интересное, это поле TTL, time to leave. Как вы, кто-нибудь знает, что такое поле TTL в пакете? В пакете, возможно, у вас сети уже были. А? Сколько, в каких единицах? Передача. Да, верно. Каждый маршрутизатор, получая пакет, уменьшает его поле TTL, time to leave на единичку. Если оно станется равным нулю, маршрутизатор его дропает, и если он настроен добрыми дядями, то отправляет специальный контрольный пакет, потому что пакет был дропнут. А если злыми, то которые экономят ресурсы процессора своего мошеннизатора, то не отправляет. И для чего можно использовать это поле? Вообще, для чего его ввели? Зачем оно нужно? Почему мне разрешить пакетом жить вечно? Может быть, если у нас случится такая ошибка, что объект будет излично долго, то есть, типа, как бесконечный цикл, только с пакетом? Да, если где-то маршруты будут зациклены, то без этого поля, даже один пакет мог бы создать бесконечную нагрузку, он мог бы ходить вечно. С полем TTL пройдет не больше, чем только виссера, который указан в этом поле, и будет дропнут. Если кто-то, отправив пакет, увидит тайм-то лив-оксид, то он может подозревать, что где-то в маршрутах появилось кольцо. И это то, для чего его ввели. Еще это поле используется для трассировки сетей, поскольку все-таки добрые дяди, которые отправляют пакеты с оповещениями о том, что ваш пакет был дропнут, пока не перевелись, и в качестве адреса отправителя в таком пакете будет адрес маршрутизатора, дропнувшего сообщения. Это свойство можно использовать для трассировки, для того, чтобы определить, что же именно за маршрутизаторы работают на маршруте от вас до точки получения. Именно так и работает популярная утилита TraceRoad или ее аналоги. маршрутизатор начинает с того, что отправляет пакет с TTL-1 и первый же маршрутизатор его дропает и просылает об этом оповещении. Затем он отправляет пакет с TTL-2, его дропает по второму, маршрутизатор писает оповещение. И так она отправляет пакет до тех пор, пока вместо оповещения о дропнутом пакете она не получит ответ на свой пакет. И запоминает адреса, с которых приходили эти оповещения. Таким образом строит маршрут. То есть, несмотря на то, что в рамках идеологии протокола IP вам не обязательно и вы теоретически не могли бы знать маршрут, который прилегает от вас до большинства узлов в интернете, на самом деле средства узнать этот маршрут часто существуют. Это нужно, например, для отладки. Если вы при обращении к какому-то ресурсу часто теряете пакеты, вы можете посмотреть маршрут и попытаться прикинуть, на каких из промежуточных узлов может быть проблема, чтобы решить ее. Например, если вы администратор сети и часть этих промежуточных узлов под вашим контролем. Далее, в следующем поле указывается, какой именно номер протокола более высокого уровня, данные которого содержатся в данном пакете и контрольная сумма заголовков. После этого находится адрес отправителя и адрес получателя, опции, которые практически никто не использует, но ради поддержки которых существует два разных поля с длиной заголовки и данные самого пакета. В данных самого пакета может содержаться произвольные данные, чаще всего протоколов более высоких уровней. Каким же образом устроены эти адреса, которые используются для отправки и получения IPv4 пакетов? Адреса, понятное дело, что адресов 4 миллиарда, это сейчас слишком мало для того, чтобы всех обеспечить маршрутизированными адресами. Даже не просто всех, а всех тех, кому они нужны. Но слишком много было бы для того, чтобы выдавать их по одному. Поэтому адреса выдаются сетями. Что такое в рамках IPv4 сеть? Сеть — это некая так называемая маска сети определенной длины, первые N-байт от начала адреса, которые одинаковые для всех адресов данной сети. Изначально существовали сети класса А, Б и С. В сетях класса А сеть определяла значение первого байта, а остальными тремя байтами адреса в рамках данной сети. В сетях класса Б, соответственно, первые два байта — это адрес сети, а вторые два байта — это адрес в рамках данной сети. И в сетях класса С первые три байта — это адрес сети, и последний байт — это адрес в рамках данной сети. Но со временем такой подход оказался негибким. Иногда бывало, что, например, сети класса С не хватает, но не выдавать же целую сеть класса Б, которая избыточна, и появился так называемый SIDR — Classless Interdomain Routing, то есть согласно которому эти классы А, Б и С отбрасываются, а маска под сети может иметь произвольную длину. То есть если вы видите какой-то адрес, например, 127.0.0.0.8, это адрес сети в SIDR записи. Все байты конкретного адреса выставлены в ноль, а все байты маски под сети выставлены в те значения, которыми идентифицируется данная сеть. А после слэша идет длина этой самой маски в битах. То есть 8 — это первые 8 бит от начала. Например, слэш 12 — это первые 12 бит от начала и так далее. И здесь мы можем столкнуться с тем, как же неэкономно расходовались IP и 4 адреса в старые времена. Например, понадобились служебные адреса для того, чтобы идентифицировать отправку на локальный компьютер, то есть к себе же. Не отправлять на самом деле пакеты никуда по сети, а просто отправить на локальный интерфейс. Сколько адресов для этого нужно? Один. Ну, по-хорошему, обычно хватает одного. В некоторых случаях может потребоваться больше. А сколько для этого адресов выделили? Байт, вроде. Сколько? То есть 256. 256 в третьей степени адресов для этого выделили. Для этого выделена служебная подсеть 127.000-8. То есть вы видите, что слэш-8, то есть первые 8 байт, это адрес подсети 127, то есть 0 все единички, то есть 0 и 7 единичек, и остальные 3 байта, это адрес в рамках данной подсети, и их 256 в третьей степени. Все они указывают на локальный компьютер. Вот такую вот замечательную сеть выделили. Но это не единственная служебная сеть. Мы уже упоминали такую проблему. Как же быть, когда адресов-то 4 миллиарда, кроме того, часть из них разбазаренная, неизвестно куда, людей на планете 7 миллиардов, и каждому по-хорошему уже по несколько адресов-то нужно. Как в этом случае поступить? В этом случае стало понятно, а для чего всем нужны адреса? Для того, чтобы подключаться к каким-то ресурсам. Что вы делаете? Как вы используете сеть на своем ноутбуке или своем телефоне? Вы к чему-то подключаетесь, откуда получаете информацию? К вам в большинстве случаев не подключается никто, у вас никаких локальных ресурсов, скажем, на смартфоне нет, к которому вы подключались из всего мира. А значит, и не нужен вам уникальный адрес. Уникальный адрес нужен только вашему провайдеру. Итак, появились так называемые серые сети. Это сети, которые не маршрутизируются в большой интернет. Из интернета на адрес такой сети пакет отправить нельзя. Вернее, отправить можно, но либо вы получите ошибку, что сеть недоступна, либо отправиться на неизвестно какой адрес, поскольку его уникальность не гарантируется. Например, где-то в дебрях вашего провайдера может существовать такая сеть, и маршрут приведет в нее. А у другого провайдера, или вообще где-то еще, может существовать еще одна точно такая же сеть, и там будут такие же адреса. Именно это имеется в виду по тем, что эти адреса во внешний мир не маршрутизируются. И таких адресов тоже выдали богато. Например, одну подсеть Слэш-8, 10, 0,00, Слэш-8. Это одна большая серая подсеть класса А. Кроме того, есть 16 серых подсетей класса Б. Это 172,16 по 172,31. 016 сети соответственно это все вместе они имеют маску 172 16 00 слэш 12 вы можете запросто увидеть что это 16 помножить на 65 тысяч 536 адресов уже 2 из этих сетей то также выделенные на в качестве серой серой сети и подавление большинстве случаев столько не нужно и третий вариант серой сети с которым вы можете столкнуться например в местном вай-фае это 256 подсетей от 268 06 16 позорим 20 255 16 и все вместе они имеют адрес 1928 016 и это еще все 5536 серых адресов эти адреса называются на жаргоне серыми потому что на них в рамках большого интернета пакет отправить нельзя они не маршрутизируется но вам не нужно получать никаких специальных разрешений для того чтобы эти адреса использовать вы можете брать и настраивать их у себя точно также как например многие провайдеры берут и выдают такие адреса клиентским устройством и мы и маршрутизируют за запросы с них подставляя вместо серого адреса клиента белый адрес своего своего собственного сервера который осуществляет такую подмену и все запросы отправляются как бы от его имени эта технология называется над network адрес translation и мы о ней поговорим в дальнейшем однако кроме адресов которые используются для отправки пакета конкретного хосту для для отправки служебных сообщений в рамках сети существует так называемый это тоже служебный адрес браткаста и им бы является такой адрес которого все биты конкретного адреса в рамках данной подсети но не адрес но не в рамках маски подсети все выставлены в единичку то есть например вы если у вас есть потерь то есть два 192 168 1024 то адресом хорошо если это понятно приду предложу ряд простых простых уже не уже что не некуда например вот и есть такая подсеть есть такой адрес купил в какую потерь он ходит как какая праве как правило правильно выглядит сидр адрес этой подсети вот он тут на нижней строчке может быть мне стоит почистить экрана и вывести вот так чтобы он был выше и было видно тем кто сзади какой правильный сидр адрес подсети в которую входит данный адрес да верно а какой бродкастный адрес в этой подсети почему 127 сидя если все единички предположим у вас есть безнаковый социальный тип длиной в 1 байт если вы ставите единички то какого будет значения до 205 и не 127 и таким образом бродкастный адрес будет да верно ранее мы говорили об отправке оповещений в определенных событий в сети например а дропе пакетов или или просто отправки специальных сообщений для того чтобы проверить доступность хоста и для этого используется специальный протокол айси импи пика контрол места здесь протокол он используется для передачи служебных данных то есть например если маршрутизатор получает по ним пакет с детьми шаман адресом для которого у данного маршрутизатора нет маршрута то пока данный пакет будет дропнут а можете затор отправить отправителю пакет по протоколу айси импи в котором будет содержаться ошибка на торг анри чего или например если у паке у пакета на ком-то маршрутизаторе буду закончится ттл то пакет также будет дропнут и маршрутизатор должен отправить пакет по протоколу айси импи о том что пакет был дропнут именно это свойство позволяет работать трейс роуту также все все конечно знаю знают команду пинг которые в том или ином виде есть под раз самыми разными операционными системами и многие из вас пинговали яндекс или гугл для того чтобы проверить заработал ли уже интернет у вашего провайдера или нет пинг это тоже один из один из видов и 7 пакета который отправляется для того чтобы проверить доступность хостап стандарту хост получив пинг пакет от какого-либо хоса должен на него ответить таким же пинг пакетом в обратную сторону но опять опять же те часто это либо выключается либо рэд лимитится то есть совсем совсем все щедрые люди которым себя не жалко пинге просто разрешают на своем сетевом оборудовании такие уже практически вымерли как мамонты либо они их рэд лимитя так что маршрутизатор отвечает не больше чем на какое-то количество пингов в секунду либо они запрещают вовсе чтобы не дни чтобы не тратить мощность своего процессора по что процессоры в таких промышленных маршрутизаторах гораздо слабее чем в ваших телефонах все а вся обработка пакетов и идет на асики и надо процессор они даже не попадают перейдем к более сложному вопросу вот предположим у вас есть сервис который ну например стримит видео казалось бы при отправке пакетов по и пиво нужно отправлять пакет например ска с каждым фрагментом данных стрелы видео которые вы стримите каждому кто на него подписался смотрит вас на ваше видео например миллион человек она почему-то популярны но это значит что вам пришлось бы отправлять как каждая часть данных в миллионе экземпляров то есть например у вас битве у вас битрейт там вашего видео там 128 килобайт в секунду это значит что примерно 128 миллионов пакетов в секунду вам пришлось бы отправлять если считать по порядку величины что размер одного пакета будет один килобайт большинстве случаев моменту находят где-то в районе полутора килобайт но порядка личина будет взять так отправка 120 28 миллионов пакетов в секунду возможно только с помощью самого дорогого и самого мощного сетевого оборудования даже очень хороший мощный сервер на базе линукса хорошо если несколько миллионов пакетов в секунду сможет отправлять ну этого ну а 128 миллионов вообще не вариант как же вообще можно стримить видео в таком случае видят как оказывается просто безумно тяжело для того чтобы решить эту проблему и уменьшить паразитный трафик в сети придумали такую замечательную технологию как мультикаст мультикаст позволяет клиенту обратиться к серверу мультикасты и подписаться на него особым образом так что будет отправляться минимально необходимое количество пакетов например если у вашего сети сервера с которого отправляется стрим вашего видео есть только один маршрут до провайдера то все пакеты до туда будут идти в одном экземпляре а дальше они будут отправляться только на те маршрутизаторы за которыми есть хотя бы один клиент подписавшийся на этот мультикаст и дальше они будут дуплицироваться только также то то точно так же в минимально необходимом количестве и только на последней миле от последнего маршрутизатора клиенту будет генерироваться пакет отправляем персонально данному клиенту для того чтобы мультикаст работал во первых выделена специальная служебная подсеть сквозь 224 004 сколько в такой подсети адресов 256 3 умножить на 16 до все верно 2 до 20 степени адресов именно столько и столько и при учете и так не жесткой нехватки адресов в ipv4 выделена исключительно для того чтобы работал технология мультикаста эти адреса могут при включенному мультикасте присваиваться себя и клиентами и и сервером да и их до них должно хватить с хорошим запасом для каждого подобного сервиса работает это так если клиент подписывается на нам у прием мультикастного трафика с какого-то адреса он сообщает об этом своему локальному роутеру по протоколу ай джейн пи при условии что все ему повезло и все сетевое оборудование работать этим протоколом поддерживает но она обычно поддерживает значит было бы совсем тускло далее этот роутер связывается со всеми другими роутерами по протоколу пим и сообщает о том что у меня есть клиент подписавшийся на такой-то мультикаст поэтому по им пакеты приходящие такого мультикастного адреса такой мультикастный адрес отправляйте пожалуйста и мне тоже а если клиент отваливается соответственно он это подписывание убирает и пакеты в рамках данного данного мультикаста к нему больше приходить не будут и если за этим роутером и есть хоть один клиент который подписался на мультикаст роутер тоже на это мультикаст подписывается протоколу пим начинает принимать эти пакеты рассолоть им таким образом даже могучие стримы я не знаю каких-то событий на как на которые смотрят половина людей на земном шаре не приводит к жутким штормом пакетов и работают весьма эффективно именно благодаря наличие подобной технологии однако у нее есть свои недостатки например мультикаст при мультикасте не мы не гарантируется порядок пакетов и никаким образом и нет возможности переполучить пакет который по тем или иным причинам сети был потерян а мы помним что проколой пи ничего не гарантирует то есть установление соединений как при тех кто у вас у вас уже знает что это такое я могу немножко забирать вперед то ли не такие соединения как под себе в рамках протокола мультикаста невозможно есть замечательный протокол который насколько мне известно никто не использует но в котором эта проблема решена в котором в рамках одного соединения один сервер может быть сопряжен сразу со многим крисом клиентов это протокол степи он казалось бы сложный отлично подходящий для данной задачи но опять же я не знаю ни одного приложения который бы протокол использовал может быть когда вам когда-нибудь придется такими столкнуться поэтому упоминаю что он есть и так значительную часть предыдущего занятия я говорил о недостатках ipo4 это основной из которых если бы его не было всем остальным можно было бы смириться это длина адреса при такой длине адреса и при таком количестве зарезервированных адресов протокол нет возможности выдать маршрутизируем адрес все всем подряд приходится применять костыли такие как использование серых сетей но даже несмотря на это всем тем кому действительно нужны а ты у 4 адреса их не хватает поэтому с их выдачи существуют большие проблемы например когда нужно было когда мне однажды на одной из работ нужно было получить провайдера независимый блок адресовка то есть такой которая с которым и который принадлежал бы лишь мне они провайдеры который в смысле нашей организации и могли бы его анонсировать с любого провайдера как как на как нам понравится так называемая автономная система и сейчас раздают блоками по слэш 22 блок послать вас вдвое сколько адресов в рамках сидра нотации да верно два в десятый адресов 1024 и для того чтобы получить такой блок недостаточно просто заплатить деньги казалось мы живем при капитализме платите наличными все будет отлично нет вам нужно представить кучу справок о том что вы не верблюд ваша мама не верблюд и все хорошо и вас такую и у вас закуплено огромное количество оборудования на которых в этой адресовской конфигурены ой а не закуплена а из-за из-за оптимальной бизнес-стратегии это оборудование оформлено как взятой аренду все не варианты все нет мы вам адреса не дадим вы не до недостаточно надежные у вас сервер арендованный нет и деньги ваши заберите вот вот примерно так сейчас выглядит в выдаче авторитет организациями типа райпа и опять пилы четвертых адресов вы его и пиво 6 решили не сжаться и сделать рисов столько что даже что даже если они будут раздаваться еще более не экономно чем и пилы четвертые адреса пиловой пиво 4 экономии не пахло вспомним локальную подсеть размера флаж 8 кто пути даже тогда хватит и не лишь и единым махом длину адреса увеличили в четыре раза то есть теперь в рамках и пиво 6 может существовать фактически 200 доходов восьмой степени адресов это четыре миллиарда раз по четыре миллиарда по четыре миллиарда по четыре миллиарда на самом деле даже чуть больше потому что я округлил такого количества адресов даже с учетом их абсолютно неэкономной выдачи что минимальные еди единица этих адресов которые могут которые выдаю могут быть выданы это 264 степени адресов сразу ну что вот вам точно хватило и нигде не говоришь что этого мало то есть 4 в 4 миллиарда раз больше чем во всем 4 и пиво четвертом пуле и все равно в таком случае их должно хватить навсегда именно из таки из таких соображений были и проектировали протоколы пиво 6 но это не единственный механизм который в нем появился далее в нем по его появился например замечательный механизм автоконфигурации адресов если раньше для этого использовался протокол dhcp которому подробно говорим на за ним поговорим на занятие в инфраструктурных сервисах то теперь можно не такие мелочами не заморачиваться поскольку его в пиво 6 маршрутизаторы сами могут сами себя анонсировать и это часть проблемы из-за пиво 6 удалена то есть не нужно у себя площади 10 пили ручками конфигура есть какой-то маршрутизатор можно просто подключиться к сети и он сама себе сообщит и о том что тогда том что то маршрутизатор для такой-то сети адрес в рамках данной сети можно подобрать себе у них уникальный легко для этого нужно вспомнить что у каждого сетевого интерфейса есть у него уникальный обеспечивающий производить обеспечивающим производителем пока так зовем mac адрес его и его длина 40 48 бит а меня а минимальная длина а адреса даже в рамках подсети в и пиво 6 4 бита поскольку там самая маленькая подсеть которая выдается в и пиво 6 это слышать 4 меньше теоретически быть не должно хотя иногда выдаются от 96 нет добросовестные провайдеры какие и там у вас на самом деле оказывается меньше адресов там несколько триллионов всего и ломается вот этот механизм о котором я сейчас говорю этот механизм делать так берутся 1 3 байт и последние 3 байта mac адреса между ними вписываешь вписывается и еще некоторые служебные значения и это выбирается в качестве уникального с хорошей гарантии уникального айпи адреса данного устройства в данной сети то есть авто конфигурация стала стала проще кроме того и если раньше для маршрута по умолчанию использовался один маршрутизатор и в случае выхода его из строя его должен был этот адрес должен был быстро перехватать то на другой либо сеть ломалась а быстрый перехват осложнен тем что mac адрес этого маршрутизатора сохранен у всех варб таблицах которые вам раньше показывал себя пытаются отправлять на конкретный mac адрес и дальше несмотря на то что его адрес может прихватила другую устройство и нужно вместе с ним перехватывать еще его mac адрес для этого существуют всякие костыльные технологии типа виропе в пиво 6 решили избавиться от всей этой мути и и позволить иметь сети несколько маршрутизаторов до 3 таким образом чтобы можно было отправить отправлять через любой из них пакеты используйте в качестве маршрутизатора по умолчанию все бы работало а для того чтобы отдел вы выбрать один из них ввели такое замечательное понятие еще и как приоритет маршрутизатора причем поскольку мы же люди добрые естественно мы же всем доверяем маршрутизатор может сам анонсировать свой приоритет к чему же это к чему это не это привело это привело к тому что во первых пиво 6 сети стала делать удобно а во вторых стало удобно перехватывать в них трафик то есть вы сами то есть у вас есть например все как обычно в сети один маршрутизатор и он приоритетом medium вы к этой сети подключаете и начинаете анонсировать себя как можете затор с приоритетом хай все начинаем ставить свой трафик на вас а вы сами отправляете его на тот маршрутизатор или по какому-то другому каналу и таким образом весь трафик клиента в этой сети идет через вас и и вы можете пытаться получать из него какие-то важные для вас данные поэтому в наше время как никогда важны со средства шифрования трафика это это чтобы на как можно больше количестве веб-сервисов поддерживался сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс решили просто из убрать и стандарта транзитные хосты больше не фрагментирует пакеты теперь нужно открывать по нужно выяснять мы не минимально им туму на всем маршруте и затем отправлять пакеты самостоятельно каким же образом это делать в заголовке пакета есть замечать замечательная опция запретить фрагментацию пакета и в таком в это vipo4 vipo6 включать не обязательно поскольку там фрагментации не разрешалось хорошему поэтому есть возможность отправлять пакеты по icmp и смотреть пакеты какого размера перестанут доходить до адреса ты и на какие перестанут приходить ответ именно последний успешно прошедший размер если считать максимальным размером пакета для данного маршрута и запоминать его это за этот технология называется по сам то discovery заголовок ipo6 пакет стал проще но больше все эти вещи которые особенно не из не использовались так там опции многие флаги и там подобные вещи из него убраны он имеет фиксированный размер 40 байт они 20 байт плюс произвольная длина опции как его пиво 4 4 пакете а длина его увеличилась исключительно из-за конского размера адреса который к тому же два то есть если раньше адрес был 4 байта но теперь 16 соответственно два адреса это 30 32 байта вместо 8 на 28 байту стал больше чисто за счет этого однако пиво и пиво 6 внедряется гораздо меньше чем многим хотелось бы медленнее чем многим хотелось бы до сих пор практически ни на каком пищу домашнем провайдере вам и пиво 6 адрес не дадут поэтому сегодня я на этом протоколе сильно останавливаться не буду можно может быть даже даже случится так что в том виде в каком сейчас эти пиво 6 не будет внедрён будет например в каком-то модифицированном виде поскольку это происходит медленно его и так никто не поддерживает значит можно еще что-нибудь к нему прикрутить хорошо как уходит пакета по сети как они марштируются забр разобрались но как доставлять этот пакет от приложения к приложению ну 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 вот да а пардон все починилось раньше мы говорили о том как хост отправлять отправляет пакет этот пакет про проходит через плену цепочку маршрутов и возможно даже доходит до адресата однако на хотя на хосте адресата может быть запущено много приложений и из этих приложений также многие могут работать сетью как бы понять какому и как же скажем ядро операционной системы должно понять какому из приложений этот пакет с режима этого пакета нужно доставить да верно для для этого наследует на следующем уровне модели оси на транспортном уровне появляется такая сущность как порт и самый простой протокол который используется для на на четвертом уровне то протокол jedi пи это такая небольшая настройка над ip и он не не дает сам по себе никаких гарантий и и по сути единственное его предназначение заключает заключается в том что чтобы добавить протокол эти самые порты и заезать не просто с какого хоса на какой хос отправляется пакет какой-то приложение но от какого приложения как у приложения чтобы знать например кому от случае чего отправить ответ и чтобы ядро знало какому приложению на хосте получателя содержимое этого пакета нужно доставить для этого там появляются такие сущности как source-порт и destination-порт длина содержимого пакета и контрольная сумма то есть как вы можете видеть в этот момент пакета божен уже тремя контрольными суммой контрольной суммы ethernet фрейма контрольной суммы и пайпи пакета и контрольной суммы и dp пакета никаких дополнительных гарантий протокол и dp не дает пакеты отправляемые по нему могут меняться местами могут теряться и вы об этом ничего не узнаете этот протокол нужен для тех случаев когда лучше пакет потерять и забыть чему предпринимать какие-то сложные мероприятия по его переотправке например он часто используется для голосовой связи по интернету когда лучше там голос вопрос чуть-чуть моргнет чем зачем замедлится а потом вы начнете служить все с отставанием ну прям возможно к примеру однако во многих случаях это подход не устраивает нужно чтобы данные дошли до адресата именно в то в том виде в каком они были отправлены и и из и и случае если до данных была сам где-то потеря пакета была возможность решить эту проблему и понять какие именно пакеты требуется переотправить данную задачу решает протокол tcp это протокол гарантированный но конечно же не абсолютно гарантированной доставки абсолютно гарантированного не бывает ничего но скажем так гарантированной до доставки если его пакетов если это возможно то есть даже в случае отдельных эпизодических дропов будет организована переотправка нужных пакетов и обеспечение порядка доставки как вы видите соответственно заголовок этого пакета значительно сложнее кроме сорс порта и destination порта там есть номер этого пакета в потоке он в нем содержится но номер байта последний который в этом пакете отправляется и окно лиджмент номер этот отдельный номер на когда байта который мы ожидая который ожидается от следующей стороны то есть подтверждается все прием всех байт первого по n минус 1 где на минус 1 так где где она так 0 и окно лиджмент номер также там содержится некоторых зарезервированных данных и поля в которых присутствует по тоже какую именно роли этот пакет имеется и соединений о том что какие бывают поля мы поговорим дальше размер окна о котором мы поговорим также дальше контрольная сумма пакета сведения о том является ли пакет срочным или нет то есть можно ли его класть в очередь месяц остальные вы или нужно отправить немедленно это уже имеет значение для сетевого стека нас на хосте отправители хотя получатели вот до дополнительные опции и просто неиспользуемое место для того чтобы пакет имел круг круг круглый размер и заголовок имел круглый размер как же работаете сепи сначала обсудим это на например эти теоретические картинки а потом посмотрим как он работает в реальности для того чтобы установить соединение инициировать установление соединения клиент так называемый клиент это инициатор соединения сервер это ход который соединение принимает клиент отправляет пакет с выставленным флагом син и сообщает какой у него максимальный сегмент сайз какого максимального размера он может обрабатывать пакеты сервер отправляет джей это просто в данном случае произвольное случайно вы выбранное число на клиенте и отправляет пакет у которого вы также выставлен флаг син то есть эту флаг отменичь отношение к установлению пакета и ок окно ок означает сокращенно это близко окно лиджмент подтверждение вот того чтобы чтобы принять син с таким-то джей от данного клиента и сообщает свой собственный максимальный размер данных передаваемых в рамках в данном конкретном случае мсс соответственно будет равен мтум минуту минус размер заголовков и акк клиент уже отправляет серверу о том что он принял его синак и там содержится то число которое клиент отправил при отправке сина каплю плюс 1 в дальнейшем завел все зависит от того как устроен конкретный протокол приложения то есть например клиент отправляет серверу запрос там будет содержаться данные и содержаться но номер до байтового последовательность от первого скажем пакет может идти от 1 байта до 1024 следующий пакет будет держать байты от 1025 до 2048 и в этом случае си секвенс номер первого пакета будет 1024 а второго 2048 окно лижмент эти а кино пакет будет отправлены соответственно с номерами 1025 ожидает тебя 1025 байт и 2049 ожидают тебя 2049 байт 2048 принял нормально далее когда соединение становится ненужно его что штатным образом закрывают отправляет пакет финн дальше с определенным числом отправим финн может отправить любая сторона и клиенты сервер зависимости от того кто именно в рамках данной сессии и в рамках конкретного протокола приложение приложение решает закрывать свои закрыть соединение и в ответ на финн идет финак здесь это нарисовано в двумя стрелочками на самом деле один пакет то есть вторая сторона подтверждает закрытие соединения и то и также говорит что она его со своей стороны закрывает и после этого сторона иницирующая закрытие соединения говорит акк и соединение после этого считается окончательно закрытым давайте посмотрим как это выглядит на практике поможет нам в это замечательно утилит эти сипедам вот например какой-нибудь адрес яндекса на него подключимся и посмотрим как это выглядит здесь все таки сделаю чуть поменьше размер то есть я буду слушать все взаимодействие с этим хостом на его 80 порт и сейчас мы посмотрим как это выглядит здесь смотреть особенно надо здесь я просто отправляю какие-то данные отлично да данные отправлены соединение закрыты разберем его что произошло сначала сначала я отправил пакет sin с каким-то просто числом большим по в поле sequence и отправился свою желаемую длину окна это то что такое дизельно мы поговорим чуть позже пока просто примем это как данность что ответил мне сервер сервер мне ответил свое собственное случайность генеральное число то что он подтверждает получение моего отправкой его же плюс один мне свою желаемую свой желаемый размер окна на том что такое окно мы поговорим также свой максимальный сегмент сайс и в этом пакете нет никакого содержимого дальше я ему отправили просто ок на на то что все принято и жду от тебя первого байта сказали ему моему в этом маке после этого клиент отправил серверу запрос в поскольку в этом пакете есть данные там выставлен флаг push и отправил отправлено как вы видите с первого по по 18 байт и вернее с первого по 17 байт на 10 дисциплина так пишет 118 до отправлены 17 байт данных эти данные это и и чтепи запрос который ему отправил то есть вот эти вот 15 15 буквы 2 и 2 переноса строки дальше сервер подтвердил что он принял этот пакет и ждет от меня 18 байта вы видите длина 17 отправил на 17 байт значит он ждет меня 18 именно это содержится в поле окно лишь мент после этого оси сервер решает править мне ответ вот этот ответ оси сервера отправляет мне пакет длиной 491 байт и в этом пакете саде содержатся при определенные данные длина длиной то есть как пишет себе там что это пакет секвенсом через 2 то есть с первого байта по 491 и там содержатся какие-то данные протоколу уровня приложения об они об этих данных мы поговорим когда будем обсуждать протокол tcp прогулы степи извиняюсь и мой хост после этого отправляет серверу сообщение о том что да все получил ожидаю 492 байт но дальнейшего взаимодействия в рамках данного соединения не будет сервер его решает закрыть сервер отправляет мне пакет fin что fin вот и мое текущее положение 492 все и под и подтверждаю получение данных у мой хост ему отправилась финак да вот теперь чем что мой секвенс 22 потому что на самом деле переносы строки него я ошибся немного не вошли тут тот первый пакет они были отправлены отдельно поэтому кроме к 17 байтом добавился еще 18 19 поэтому теперь текущий секрет на двадцатом байте ожидаем если вы соединение закрывался ожидалось бы отправка с клиента 20 байта и после того как клиент получил больше только сервер получил клиента finac он отправляет последний ок о том что все закрытие соединения подтверждаю и соединение с этим пор считаем закрытым именно так в до в данном случае прошел соединение но мы упоминали там размер окна что же это такое какое так ну и причем здесь вообще windows когда мы говорим о линуксе что то что это такое в общем но первых нужно поставить проблему вот мы видели к как работает протокол tcp отправлен пакет ждем ок отправлен отправляем следующий пакет и ждем на него ок давайте представим себе что максимальный размер пакета полтора килобайта весьма реалистичный размер который близок тому что в большинстве случаев используется и представим себе что вы его например отправляете отсюда в америку скорость света к сожалению конечная теперь типичный раунд 3 тайп скажем 200 миллисекунд такой ситуации какова максимальная пропускная способность в рамках данного соединения до поделите полтора килобайта 0,2 то же самое что полтора килобайта может опять есть половина килобайт секунду как вы считаете это много или мало при текущих производительности сетевого оборудования да это маловато и как же решить пробу и как же решить эту проблему для того чтобы решить эту проблему нужно отправлять данные не а же не дожидаясь аков поскольку опять же к сожалению скорость света нам не подвластно поэтому ускорить получение ака сервера мы часто не можем никак и поэтому для того чтобы увеличить пропускную способность нам нужно просто быть оптимистами надеяться что аки придут и до какого-то определенного порога отправлять данные но до какого ведь отправляя их в совершенно безудержном количестве можно и сетевое оборудование перегрузить что приведет к дропам пакетов и в итоге столкнуться с необходимостью ретрансмита всех по низок 0 джинных пакетов окно лица не как известно по порядку то есть если вы например отправили таким образом мегабайт данных а за окно лишь жить вам успели только первые 100 килобайт значит остальные 900 килобайт придется переотправлять целиком это приведет большой поразительной нагрузки на сеть и зарываться в в в этом не нужно для этого существует так называемые явления как tcp congestion control контроль переполнения в tcp для для того чтобы обеспечить с одной стороны такую быструю отправку данных неограниченную время временем ожидания от ответа с другой стороны не переполни перегружать сети и не вы и не провоцировать переотправки слишком большого количества данных введено понятие так называемого tcp окна tcp окно это количество байт которые отправляющая сторона может передать на принимающую не ожидая от нее аков то есть если например у нас был как вы увидели в заголовке пакета windows 14 ты тысяч и четыреста до 14 тысяч четыреста байт по имеем право отправлять так вот сразу чухом и не не ожидать ответов на эти 14 на пакеты содержащие эти четырнадцать тысяч четыреста байт а потом остановиться дождаться аков и отправить следующую пачку так вот таком случае она может работать эффективнее но как подобрать правильно размер окна ведь в каждой сетевой топологии он может быть разным если компьютеры соединены напрямую его можно сделать очень большим если вы отправляете данные на другой континент на сервер находящийся за каким-то сомнительным сетевым оборудованием или тонким каналом то можно сделать там поменьше как как быть для для этого используется адаптивный размер окна изначально в рамках соединения он мал он равен максимальному размеру одного пакета но растет пока не происходит тайм-аутов при ожидании ака то есть и вы отправили пакет получили окна следующий раз мы отправим например уже два пакета и потом удалит на них аков получили два пакета отправить 4 и так далее пока он не достигнет определенного максимального размера в изначально это было 65500 36 байт потом это даже увеличивали такой максимальный размер окна но что произойдет если мы все-таки взорвемся и где-нибудь что-нибудь на транзите перегрузим в этом случае произойдет потеря пакетов если потеря пакетов предошла какого-то из закопа не дождались то понятно что пакеты для которой вы не дождались аков нужно переотправить но размер окна при этом уменьшается сначала он уменьшается до 1 до 1 мсс но если в дальнейшем отправка происходит без пойдем без потери аков то пакеты будут отправляться ровно до того момента пока не будет достигнута максимальный размер окна но в этом случае чтобы не повторение проблемы не произошло максимальный размер окна выставляется в половину размера окна на котором был первый тайм-аут то есть если вы словили тайм-аут на окне размером 2768 байт то значит в этом соединении окно дальше на 16384 байта уже не вырастет это нужно для того чтобы и данные отправлять по возможности быстро и на транзите об оборудовании не перегружать в случае чего не отправлять с ними не пришлось переотправлять слишком много пакетов если потеряется открытку ты изначало а делить пополам очень просто откидывайте старший байт практически не откидайте младший байт и сдвигаете да поэтому например на всяком сетевом оборудовании которое тупое но быстро очень умный протокол реализовать сложно опять же я приводил приводил пример с трехмерными играми которым требуется ускорение видеокарты много для работы с сетью на очень большой скорости также приходится это аппарат ускорять для этого где делают специальные микросхемы асики понятно что очень сложный алгоритм на сети сделать тоже очень сложно потому что нужно делать железе они я не писать программу соответственно алгоритм в таком случае где делаются простые и эффективные так что можно ходить через может быть теоретически эффективности даже даже потерять но зато в железе она будет работать со страшной скоростью и здесь хочется остановиться на том о чем я говорил изначально как же быть все таки серыми адресами чтобы что будет если у вас есть только серый адрес а вы хотите установить куда-то соединение например по протоколу tcp вы хотите подключиться к серверу но ваши любимые социальные сети посмотреть что там нового произошло но поскольку на вас белых адресов не хватило у вас есть серый адрес для того чтобы обеспечить вам доступ в интернет провайдер использует технологию над над work адресом слышим и конкретно данные ипостаси будет использовать так называемый симметрично на провайдера есть какой-то пул адресов в простейшем случае один белый адрес который будет используется в качестве исходящего адреса для ваших соединений и оборудование провайдера будет держать таблицу что например ваше соединение установлена с такого-то адреса вашего серого адреса и такого-то сорс порта и это соответствует соединению которые провайдер от вашего имени установит свои со своего белого адреса и ставлю из какого-то своего сорс порта и по соединению и такое соединение будет установлена к определенному серверу то есть на определенный адрес на определенный destination порт когда сервер решит отправить вам ответ то есть например это будет ответ на синак или ответ уже логически в рамках протокола приложения он будет использовать опять же свой адрес и свой порт в качестве исходящего адрес провайдера этот этот порт который выдали в качестве порта назначения и такой пакет когда попадет на оборудование провайдера будет обработан согласно таблице нато там будет переписан адрес назначения на ваш серый адрес порт назначения на тот порт которого вы установили среди нет пакет будет передан вам таким образом вы сможете работать до тех пор пока и все остальные клиенты данного провайдера смогут работать до тех пор пока суммарное количество соединений которые от вас устанавливается от всех клиентов не превысит количество айпи адресов которую провайдеры ездили организации нато помноженное на количество портов доступных для использования в качестве исходящих то есть это примерно 65500 36 портов длина порта до длина порта 2 байта и и считаем что в первом приближении что все порты доступны для того чтобы использовать их в качестве исходящих то есть в таком случае с при на при наличии каждого одного и пи адреса провайдер может обслужить до 65500 36 соединений установленных его клиентами поскольку обычно каждый клиент может устанавливать а вы устанавливает значительно меньше несколько порядков соединений используя небольшой пул белых адресов провайдер может обеспечивать доступ к интернету большое количество клиентов именно это этот механизм обе позволяет так сказать одолите смерть интернет в его текущем текущем виде когда ты когда айпи четвертых адресов не хватило бы все окончательно и может и по и и дать время на то чтобы внедрить уже и пью 6 ну-ка у кого-то может возникнуть вопрос а что будет если какой-то другой хост отправил угадает в порт который выдал вам провайдер и отправит на его адрес и на этот порт какой-то пакета при попадет ли он к вам ответ конечно же нет не попадет поскольку в таблице нато сохраняется данные о том какому именно порту какому именно хоста открывалось соединение и только именно с этого порта с этого хоста пакеты будут отправляться согласно согласно таблице нато на клиента все остальные будут отбрасываться то есть таким образом наружить вашу безопасность и подключиться к тому порту с которого вы открывали соединение и подсунуть какой-то пакет не получится и теперь мы переходим так сказать такой крупный рубеж от протоколов которыми за не занимаются сетевое оборудование и ядро операционной системы к протоколам которые обрабатываются непосредственно приложениями вам как будущем программистом потребуется разрабатывать скорее всего приложение по политического пространства вряд ли вы будете разработчиком ядра хотя кто знает тогда вас бы нужно уже был учить немного другим вещам немного другим языкам программирование и тому подобному поэтому первую очередь вам придется столкнуться именно с протоколами уровня приложения и первые протоколы уровень приложения с как бы который мы рассмотрим это dns domain name system зачем он нужен мы уже видели один уровень трансляции адресов локальной сети из айпи адресов в мак адреса для отправки пакетов но как мы знаем по давлению большинстве случаев в пользователи не используют айпи адреса для того чтобы подключаться к кому-то сервису они пишут не скажем там что какие-то четыре непонятные циферки разделенные точками а facebook.com к примеру но при этом ваш браузер узнает куда подключиться подключается и показывает задержимые страницы там что что но у ваших друзей или что там в этих социальных сетях бывает каким же образом это работает для того чтобы разрешать так называемые доменные имена в айпи адреса существует система dns да это по сути распределенная иерархическая база данных которая позволяет делегировать выделение соответствия между определенными именами определенным адресам владельцам до доменов так что они могут приделаться у домена эти соответствия выделять но не более для других доменов другие люди и и так далее кто-нибудь из вас уже может быть например на других курсах техно трека или раньше об этом знает кто кто может попробовать рассказать как работает dns что происходит когда да 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 я могу читаться в общем в чем суть dns есть сервера которые хранятся в соответствии айти адресов и название и суть в чем каждый раз когда пользователь обращается по имени что такое вышестоящие сети хорошо вот вы обратились для нас сервер провайдера а можете вы сделать свой собственный днс сервер которого не будет ничего дать до нас сервер провайдеры тем не менее будет работать а как он будет работать в этом случае а как откуда он узнает о том какой именно и пин уже сопоставить сайту google.com к примеру какой-то а вот я если не втыкать вручную можно делать так чтобы он работал что он правильная в правильные адреса резолвен ламина всего я стану табличку до нас всего интернета нет такой таблички она не нужна а что такое вышестое а если он не знает ник просто не знаешь вот очень иметь ввиду под вышестоящим для нас сервером есть такой хорошо как происходит резул резолвен имени из чего состоит я имя для начала посмотрим сейчас я зайду просто но все в сеть в которой нету некоторых ограничений которые сместные на которые смогу продемонстрировать то что хочу продемонстрировать так доступ не отсюда иначе придется пытаться демонстрировать отсюда сейчас да видимо там чуть-чуть провайдера не очень хорошо ладно это не страшно продемонстрирую отсюда вот к примеру есть имя google ком еще ком еще она состоит она состоит из вид из на чем справа налево как от положено в dns и поскольку если в ip адресе самые старые старшие биты с найдут слева то есть тебе если вы у вас есть маска сети вы отсчитываете биты маски слева потом биты адреса то то в dns и наоборот там с домен самого верхнего уровня справа а дальше идут домены более более не более высокого уровня там google ком в google ком там дальше может быть домен 4 5 6 так далее уровне самые важные домены из них это можно считать домена нулевого уровня это . корневой домен корневой домен используется обслуживается так называемыми корневыми dns серверами которые адреса которых хорошо известны никогда не меняются и на них пасут практически стоит весь интернет и и они содержат себе очень важные сведения о том какими dns серверами обслуживаются домены первого уровня пример ком нет оргру и так далее и они могут сообщить нам на примере правда в местной сети это не очень правильно работать там есть до нас сервер подменяющий данный как минимум это было вот так в прошлый раз когда я пробовал не за это было не совсем хорошо с точки зрения демонстрации да здесь да здесь так и есть снова и они я здесь не покажу сейчас зайти зайду пассаж куда-нибудь я такой проблемы нет так чтобы провести полноценную таска демонстрацию поскольку к сожалению в этом в этом нам не немножечко мешает о отлично здесь доступно вот дик плюс трейс вот здесь все отлично смотрите что происходит так называемого вышестоящего dns сервера конечно не существует существуют корневые dns сервера обслуживающие зону . это можно сказать доме как я уже говорил домен нулевого уровня его обслуживают специальные корневые dns серверы находящиеся в служебном домене root servers нет и и на них основано все они сообщают на каких же dns серверах обслуживается зона ком мне сообщили что она обслуживать вот на таких серверах мы отправляемся на на один из них и путь и получаем что зона google ком обслуживается вот на таких dns серверах далее об обращаемся к этим dns сервером и нам сообщают что google ком результата вот такие айпи адреса в этом заключается то что dns является герористической базы данных то есть компания google владеет доменам google ком и и позволила и этот домен делегирован и и на ее dns сервера то есть на сервер то есть на сервера когда предыдущего домена предыдущего уровня т.е. домена комп указано что это что домен google ком ин ns кто живет на сервера гугл а это вот этот и на нас так называют делегирование в технологии днс а то есть вот то вот все под домен на этого домена обслуживают он тот dns сервер или другие dns-серверы которые он уже вам укажет то есть домен google.com делегирован на dns-серверы гугла и dns-серверы гугла уже отвечают какие именно ip-адреса соответствуют доменного имени google.com то есть для того чтобы сделать как я говорил dns-сервер у себя локально который не будет знать никаких dns-серверах провайдера а будет все правильно резолвить ну нужно нужно знать исключительно вот этот стандартный хорошо известный набор корневых серверов в интернете и и в дальнейшем по пользуясь данными которые не отдают рекурсивно резолвить любое имя почему это называется рекурсивно поскольку имена могут быть практически произвольной длины то есть ну можно ты может также поступить с именем в google.com и но данном случае она вам никуда не делегирована она просто резолвается в адреса она могла бы делегированы на другой dns-сервер например обслуживающий зону в уже средствами самого гугла если бы не пожелали так сделать и так до бесконечности то есть нужно обойти обойти все сервера делегирующие теме куда-то еще до тех пор вы не подтвердить на сервера которые dns который непосредственно его результат и оттуда уже можно получить конкретные адреса что же какие же данные могут храниться в dns и первые для каждого типа данных которые могут храниться в dns и существует так называемый тип записи тип записи с двумя типами записи мы с вами уже столкнулись это тип записи ns к той на и сервер что вот этот вот зона живет на таком-то днем сервере и тип записи а что этому имени соответствует такой-то ipv4 адрес есть и другие виды имен например здесь мы видим ipv4 адреса но и появился уже давно давно и к счастью или нет замечательный протокол и пиво 6 решающий наши проблемы с нехваткой адресов и поскольку всегда запись в dns до содержащие пиво 4 адрес имела название а от слова адрес а и пиво 6 адрес в четыре раза длиннее пиво 4 то название зоны оказалось очевидным а а а а название записи такой такого типа соответственно если необходимо узнать какой на ком а пиво шестом адресе находится домена если есть вообще и пиво 6 адреса то нужно запросить для него а а а запись кроме этого для каждого домена есть некоторые политики и и они хранятся в записи типа со а для чего нужны эти политики ну они нужны из-за того что каждый раз резул ведь через корневые серверы долго а клиенту хочется знать ответ быстрее кроме того и мы можем предполагать что айпи адреса на которых живет той или иной ими меняется не слишком часто все это нас приводит к идее они закешировать ли нам а вот например однажды через наш днс-сервер запросили google com то есть мы будем думать что у гугла как минимум там не каждую секунду меняются за записи в днс и мы захотим и закешировать и следующий раз когда на запросе google com не выполнять тот сам ту самую операцию рекурсивного резонга заново отдать просто те же данные что и в предыдущий раз ну как долго мы имеем право это делать и предусмотрен механизм так называемого time to live зоны с помощью которого можно задать политики того как долго живут адреса из этой зоны например для зоны google com существует так называемая запись со стоит of authority который указано какой днс-сервер для этой запись считается основным на какой адрес электронной почты ну следует отправлять до до него жалобы да видно что это не очень похоже на адрес электронной почты но поскольку в днс-записях символ собаки уже за зарезервирован то просто для получения нужного адреса почта нужно первую встретившуюся здесь точку заменить на собаку это днс-админ собака google com на самом деле это текущий порядковый серийный номер зоны то есть ему каждой зоне в днс по-хорошему должен быть присвоен определенный номер который при изменении должен увеличиваться то есть получив свою запись во второй раз мы можем узнать менялась с тех пор зона или поменялась видим что число такое же как раньше а значит зона google ком сих пор не менялась и кроме того здесь есть в политике здесь здесь есть некоторые данные часть из которых имеет отношение к днс-другим днс-сервером от гугла которые захотели бы эту зону заслоевить и для нас это не столь важно но последнее но последнее число этих для нас имеет ключевое значение этот отель time to live зоны и считается что если мы делаем хорошо себе ведущий днс-сервер который будет обслуживать запросы например например нас или там каких-то наших клиентов то мы не имеем права кашировать записи больше чем на ттл секунд и в данном случае кашировать записи google com нельзя больше чем на минуту поэтому как минимум раз минуту можно выполнять все все операции рекурсивного резолвинга и и узнал и узнавать какие жить его теперь и педреса у домена google кома для того чтобы они могли быстрее все иметь и пишники мне приходилось поддерживать и старые наборы новые одновременно дольше минуты так им удобнее кроме этого системой днс интегрирована другая такая же канадовая древняя система именно система отправки почты как вы знаете каждый кто владеет хоть каким-то доменом в интернете может сделать себе на нем почтовый сервер и и откуда же узнать куда именно на на домен собака вася пупкин ком нужно отправлять почту для этого домена если вам пришло письмо там брендом от вася собака вася пупкин ком куда же отправить ответ как быть поскольку система днс электронной почты старые развивались практически вместе ответ для этого также содержится в днс так называемая за запись mx содержит в себе почтовый сервер или почтовые серверы для данного домена вот для замена в google com м их записи нет вот для домена google com mx записи есть вот вот они это значит что на домен что если к вам что если вы хотите отправить письмо на какой-то адрес собака google com вам нужно использовать один из этих пяти вспоминанных здесь хостов но не просто любой из пяти а согласно приоритету чем меньше приоритета вот тут вот чиселка которая стоит передами тема чем меньше число тем выше приоритет то есть сначала нужно попытаться отправить письмо на вот этот хост если по каким-то причинам этот по причине технического сбоя это не выйдет то на этот на этот на этот и в последний и в последнюю очередь попытаться отправить письмо вот на этот хвост таким образом система электронной почты такая же децентрализованная как система dns и владелец каждого домена может указать на какой же хост у него будет обрабатывать его электронную почту и не требуется никакого централизованного сервиса который хранил бы соответствие доменов и почтовых серверов также есть замечательный тип записи к которой позволяет хранить про просто произвольные данные называется он также предсказуемо текст и на сути текст и именно это означает это просто текст вот для зоны gmail.com есть и есть текст и запись этот в этот текст и запись написано не 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 хэллоу ворлд и не google лучше мне написаны специальные служебные данные поскольку авторы других протоколов на данном случае даже не протокола метода верификации отправки электронной почты не прошли мимо такой возможности и они предложили всем в dns и указывать в текст и запись доменов все серверы с которых можно отправлять электронную почту для этих доменов в определенном формате ведь как мы узнаем позже на занятие посвященном электронной почте никому никто никто не мешает подключил кому угодно подключиться к вашему почтовому серверу таланетом и отправить письмо представившись адресом любого любого домена как вам защититься от того чтобы вашу почту подделывали если вы владелец домена example com и вы хотите чтобы почту с адресов что-то собака example com отправили только с вашего сервера для этого придумали вот такой вот механи механизм spf записи о котором мы поговорим в дальнейшем на занятии посвященном электронной почте а сегодня с вашего позволения мы на нем останавливаться не будем так в общих чертах выглядит система которая позволяет узнавать каким же каким же папе адресом соответствует то или это это или иное имя чтобы пользователь мог мог вводить что-то человека читаем этом google com или facebook com и получать себе ответ ответ на на то на какой адрес должен обратиться его браузер для того чтобы отправить отправить запросом данный ресурс однако иногда требуется решить другую задачу вот у нас есть ip адрес и нам неизвестно чей он и что на нем например с этого ip адреса мы только что получил получили какое-то письмо и наша автоматическая система должна решить спам это или не спам и считается что это такой ip адрес надо проверить доверенный он или нет или ну просто мы знаем какой-то ip и хотим знать что что на нем находится на прибор может даже этой пена же нам это нужно для того чтобы удобнее управлять своей собственной сетью адресов у нас там например несколько тысяч адресов сети и нам все помнить не неудобно и мы хотим зная адрес просто иметь способ быстро получить что на нем живет для этого существует система обратных зон в днс и которая работает ну примерно так же как и система прямых зон стоит лишь разница что для нее используется специальный отдельный домен второго уровня да он содержит себе точку но по сути и надо арпа это домен второго уровня если выходил если необходимо например попытаться получить обратную запись для ip адреса 1 2 3 4 то надо пытаться разрезовывать 4 3 2 1 и надо арпа коллеги а предположите пожалуйста почему здесь перепутан порядок если айпи адрес был 1 2 3 4 разрезовывать для этого нужно 4 2 3 2 1 и на дропа зачем так сделано а именно чтение а каким образом от связано нет нет никаких идей я на самом деле уже упоминал в этом занятия практически правильный ответ на этот вопрос и он заключается в том что в айпи адресе старшинство идет по убыванию слева направо самые старшие биты слева самые младшие справа то есть кому-то могли выдать там подсеть 1 0 0 0 сош 8 он мог разбить ее на полна там по тети с 16 разной раздать их еще кому-то и так далее и у кого-то было подсеть вот была бы одна вот такая вот подсеть 0 слэш 8 он кому-то выдал подсеть 1 2 0 0 слэш 16 а те и 5 а те это разбили и кому-то тоже выдали подсеть 1 2 3 0 слэш 24 иерархия в айпи адреса такая слева направо а в доменах наоборот справа налево то есть когда какой-то авторитетом пример вида арп райпа или потому подобное регионального авторитета выдавал подсеть 1 0 0 слэш 8 на какой-то организации он при этом выдал бы ей возможность управлять дайна зоной один и надо арпа и если бы если бы этот владелец этого домена перепродавал какие-то подсети из своей сети он бы также мог как кому-то деле делегировать работу зоной 2 1 и надо арпа то есть вы видите в айпи адресах иерархия слева направо в dns имена справа налево именно с этими связаны из изменения порядка таким образом владелец домена 1 и надо арпа мог бы делегировать его мог бы делегировать часть своего часть своей сети и делегировать точно также под домен своего домена и ты также как и именно поэтому до сих пор еще не совсем не не отмерли классы а б и сетей поскольку как мы видим для того чтобы выдавать право на редактирование обратной зоны можно выдать ее бы приходится выдавать ее на целые октеты то есть но например если вы выдали кому-то слой сеть слэш 22 то ему придет придется по сути для этого выдать ее как как бы в виде четырех сетей слэш 24 в смысле редактирования обратной зоны как вы как выглядит риза резолвинг обратной записи примерно так же как и прямой попробуем разрезал ведь вы обратную запись для 8 8 8 8 8 сначала обращаемся на корневые серверы корневые серверы нам отвечают что домены и надо арпа что домены надо арпа живет на таких-то днс сервера днс серверах домен 8 живет на таких днс серверах а там уже а домен 8 8 8 причем сразу без промежутка 8 8 делегирован на днс сервера гугла то есть подсеть 8 8 8 0 флэш 24 принадлежит гуглу и там уже google указал конкретную за конкретную запись для этого непосредственно домена то есть и для того чтобы узнать на какой же именно какому именно имя для доменному имени соответствует эта запись нужно проверить у нее запись типа ptr обратно pointer и вот мы видим и вот здесь видим запись типа pointer что айпи адрес 8 8 8 8 указывает на google public dns а google com так работает обратные зоны в днс значительно проще чем простые и может возникнуть вопрос зачем вообще нужны обратные зоны они нужны для того чтобы владельцы айпи адресов могли указывать то какие какие именно хосты угу на этих айпи адресах живут для того чтобы этими каким-то образом подтвердить то что именно это доменными принадлежит так какому-то хосту например если к вам пришло письмо с какого-то ip адреса часто почтовый сервер проверит обратную запись для этого адреса если это обратная запись будет не в том домене с которого пришло письмо он совершенно запросто может счесть его спалом это это один из вариантов для для чего нужен подобный механизм и если прямыми зонами своих доменов ведают владельцы доменов то обратными зонами управляют владельцы сетей и в этом смысле между ними является может быть некоторым смысле какой-то баланс еще один важный протокол протокол уровня приложения которые необходим для поддержания работающей инфраструктуры серверов практически всегда это нтп который там протокол этот протокол предназначен для синхронизации времени будьте здоровы да правильно каким образом это работает понятно что синхронизация совершенно точная синхронизация времени затруднена поскольку никогда нельзя предпредсказать сетевую задержку и где-то в мире есть самые точные нтп серверы которые подключены напрямую к атомным часам и с помощью них они предоставляют самое точное время также есть нтп серверы которые синхронизируются непосредственно с этими нтп серверами и так далее уровень точности времени на такую на каком-либо нтп сервере так сказать об в некотором первом приближении определяется его так называемым стратумом стратум стратум это некоторое логическое расстояние вот этого нтп сервера от атомных часов с которыми она синхронизируется то есть сервер непосредственно неподключен и будет иметь стратум 0 сервер который синхронизируется непосредственно сервером который работает с атомными часами будет иметь стратум 1 и так далее то есть ли ваш сервер сам синхронизируется с другим сервером который синхронизируется другим сервером который синхронизирует с атомными часами будет стратум 2 и так далее и подключаясь к и когда вы подключаетесь к нтп серверу и запрашиваете у него время вместе со своим временем сообщает вам свой стратум и зная с нтп серверами какого стратума вы синхронизируетесь вы можете оценить насколько точное время вашей системе то есть если у вас все нтп сервера сервера стратума скажем один топа топ погрешность будет у вас порядка одной сетевой задержки если два то и больше там можно погрешить может быть порядка нескольких сетевых сетевых задержек ну и это один из способов понять сколько у вас точное время другой способ который также применяется это сделать несколько запросов и усреднить сетевую сетевую задержку в между ними и таким образом попытаться синхронизировать время точнее как это как это работает сейчас попробую продемонстрировать остановим сначала нтп сервер скажем выберем какой-то нтп сервер да к сожалению такого видимо уже нету ну а за на нет точно конечно же вот происходит происходит синхронизация времени были отправлены как вы видите четыре запроса и было получено четыре ответа понятно что если одну я если отправить четыре запроса получить четыре ответа а потом усреднить сетевую задержку то результат будет в два раза точнее чем если бы запрашивали только один раз в итоге было видно что произошла синхронизация с сервером stratum a2 это уже дает нам некоторые представления его собственной точности по хитрым формам был было вычислено среди средняя задержка и средний сдвиг и таким образом стало видно что время данного сервера должно быть скорректировано сразу на 44 секунды так работая синхронизация протоколу нтп но чтобы это не приходилось выполнять руками существует замечательный сервис нтпd который может конфигурить так чтобы он автоматически синхронизировался другими нтп серверами и держал актуальным время системы на данном конкретном хосте это не было сделано чтобы продемонстрировать вам как именно меняется время при синхронизации работу с нтп сервером мы обсудим на занятии посвященному инфраструктурным сервисом а сейчас продолжим рассматривать различные протоколы приложения и перейдем от протоколов так сказать инфраструктура интернета к наиболее часто используем протокол уровня приложения именно для того чтобы доставлять контент непосредственному пользователю этот протоколы http расскажите пожалуйста вам что-нибудь рассказывали о протоколе и степи на других дисциплинах технотрека а в каком объеме вы можете например сейчас рву ручную изобразить типе запрос к серверу который скажем запрашивайте мне просто корневую страницу ну за за будет а понятно для этого и нет для этого все много чего можно загуглить и не обязательно тогда вообще его на занятия ходить а что что именно вам рассказывали про протокол и степи просто понять что что не нужно дублировать а из чего например состоит запрос хорошо если вы выведете в браузере просто какую-то строчку откройте страницу то что находится в адресной строке браузера вы может вас учили пока вы комментирует что из чего она состоит хорошо хорошо а что там почему не за эти get параметры и от чего это пошло какие бывают типы запросов он мне рассказали да get post а еще а нет head патч делит и много каких других вообще существуют разные расширения и степи позволяющие делать разные виды запросов а для того чтобы узнать какие виды запросы можно делать на тот или иной урок существует специальный вид запроса options на которые сервер должен отвечать какие именно типы запросов он разрешает делать на эту руку для чего вообще используется протокол и степи он используется для работы с браузерами в первую в первую очередь и передачи веб-страниц их содержимого это мой это могут быть чем дополнительно картинки таблицы стилей я вас крипты и тому по этому подобные вещи то есть практически все что вы видите в браузере передается по протоколу и степи ну и кроме того поскольку продать теперь это самый распространенный протокол уровне приложений библиотеки для работы с ним и все и си и в качестве сервера и в качестве клиента и прочие штатные средства очень распространены хорошо отлажены многие разработчики админы умеют с ним работать часто использует и приказать for кого отлаживать то есть себе применяются что и для того того чтобы обеспечить взаимодействие между приложениями то есть если есть два разных сервера которые мыvos другом взаимодействовать очень часто для этого используют то тоже сипии запросы просто похоже nationally хорошо умеет этим работать они потому что в степи есть для этого какие-то свои собственные встроенные преимущества Это сделать быстро, легко и непринужденно. Рассмотрим основу протокола HTTP. Когда вы отправляете HTTP запрос в браузере, вы сами или браузер по каким-то причинам автоматически отправляет для вас HTTP запрос на сервер. А в адресной строке при этом присутствует так называемый URL запроса. URL — это Uniform Resource Location. Которая однозначно определяет положение того или иного ресурса в сети. Из чего в общем случае состоит URL? Первая его часть — это схема. Протокол, по которому отправляет запрос. Это может быть HTTP, это может быть HTTPS, это может быть и другой протокол. Понятие URL на самом деле не ограничено протоколом HTTP. Там могут быть и FTP ресурсы, и ресурсы по другим протоколам. Далее следуют опциональные логины и пароль, если используется базовая авторизация в рамках данного протокола. Она резко когда используется, поскольку она очень наивна. Но тем не менее, в URL они могут присутствовать. Логин, двоеточие пароль. Или если пароль будет ведет отдельно, то у нас только логин. Собака, что тоже опционально в большинстве URL не содержится. Доменное имя. Именно это доменное имя будет резолвиваться с помощью DNS, и вместо него будет подставляться IP-адрес. Один из IP-адресов, который был разрезолвлен в случае, если их несколько. Дальше следует порт. По умолчанию HTTP используют порт 80, HTTPS порт 403, другие протоколы, для которых могут использоваться URL, могут использовать другие порты по умолчанию. Но если используется порт не по умолчанию, его также можно задать в URL через двоеточие после домена. После этого заканчивается информация о том, как именно и куда именно должен подключиться клиент, и начинается информация о том, какой именно запрос он должен туда передать. Там содержится так называемый путь на сервере. Этот путь в некотором смысле повторяет собой логику пути к файлу в любой юник-системе. Это некие названия директории или в конце файлов, разделенные прямыми слэшами. Именно изначально HTTP использовался для отдачи файликов по сети, поэтому структура вот этого параметра path, она взята как раз-таки из структуры файлов на типичной файловой системе. Далее, после знака вопроса, могут идти то, о чем вы сказали, get параметры в формате ключ и равно значение. И через решетку, так называемый якор, результаты. Этот параметр отличается от всех прочих тем, что он вообще не касается того, что будет отправлено на сервер, никаким боком. Но после того, как сервера будут получены результаты, если в этих результатах, в HTML-странице будет соответствующий тег a-anchor с именем равно вот этот результат, соответствующий тому, что написано в якорь, то браузер сразу передвинет по экрану на этот якорь. Это не касается того, что будет отправлено на сервер, это, как мы уже говорили, не касается. Как выглядит типичный HTTP-запрос? Вот мы решили, что мы подключаемся по протоколу HTTP к серверу какому-то, на порт по умолчанию отправляем на него запрос просто на корневую страницу. Вот я здесь выбрал сервер Rambler, потому что он на VW Rambler, поскольку он на корневой странице, один из немногих в мире дирекции, куда-то там страшные дали на HTTPS, а просто отдает типичный ответ. Это мы можем сейчас воспроизвести просто в командной строке, если с тех пор не изменил свое поведение. Отправляем запрос типа head. Этот запрос означает просто покажите мне заголовки и не вываливайте мне сюда всю страшную страницу. Мы не бравдинг пришли. Корень сайта, это идеологический соответствует корневой директории файловой системе. Использовать протокол HTTP версии 1.1. А поскольку используется протокол HTTP версии 1.1, должен присутствовать обязательно заголовок хост. Зачем это нужно? Сейчас я поясню чуть позже. Отправляем запрос и получаем ответ. А здесь уже тоже сделали редиректный HTTPS. Они большие молодцы. Отлично. То есть, в данном случае мы получили ответ. В этом ответе содержится код HTTP 1.1 протокол. 301 – это код перманентного редиректа. И заголовки, содержащие в себе информацию о том, что он находится на сервере и куда нам надо идти. То есть, нам нужно идти вот на такой URL. Нас сюда... Ой, извиняюсь. Что я нажал? Нас сюда отправили. И нам попросили запомнить какие-то параметры, типа ключ-значения. И в случае следующего подключения к этому домену передать их на сервер. Эти параметры называются куки. Просто для того, чтобы сервер мог, например, идентифицировать этот же самый браузер. Всем браузерам он говорит, запомните, передайте ему при следующем запросе разные параметры. И таким образом, увидев, какой именно из параметров он был передан, он идентифицирует пользователя второй раз. Таким образом, он не придется на каждый запрос, например, авторизовываться. Просто после разной авторизации вам выдадут куку, которая будет соответствовать идентификатору вашей сессии. И дальше, пока у вас будет эта куку, и пока эта сессия будет считаться валидной на сервере, вы сможете работать авторизованно с нужным вам ресурсом. Например, с интерфейсом вашей электронной почты. Что если куки собираются, скажем? Это серьезная проблема. Если у вас украдут ваши куки, то смогут пользоваться вашими активными сессиями. То есть, если, например, была активная сессия с электронной почтой, то до злоумышленник может попасть в ваш почтовый ящик. То есть можно будет получить доступ, если мы узнаем какие-то параметры? Да, часто так делается. При работе по протоколу HTTP-планетекстом они могут быть перехвачены на транзите, поэтому мы в дальнейшем отдельно обсудим протокол HTTPS, зачем он нужен. Это пример HTTP-запроса. И теперь рассмотрим, что же именно мы можем в таком ответе увидеть. Первое, да, первое, что мы видим, это код ответа. И коды ответа бывают следующие. Коды ответа от 100 до 199 – это некоторые служебные сообщения. Они не говорят ничего об успешности или неуспешности запроса. Они просто что-то сообщают. Например, если вы хотите залить на сервер 100-мегабайтный файл, вы можете сначала аккуратно спросить у сервера. Сервер, сервер, а можно мы тебе зальем 100-мегабайтный файл? А он ответит – да, можно. Или нет, нельзя, файлы такого размера не принимаю. В таком случае вы можете сделать запрос типа пост, да, запросы по посту вам рассказывали, я могу это опустить или… Да, хорошо, а что такое запрос пост? В чем отличаются запросы get? Данные где? А в протоколе get никакие данные переданы не могут, да? Ну, могут, но мы не изменяем эти данные. А что мешает написать сервер, который будет, получив запрос get, изменить какие-то данные? Например, счетчик обращения к данному ресурсу методом get. Хорошо, а в чем ключевая разница между ними? Встракте отправки запросов get считается, что нет тела запроса. Все, что передается на сервер, отправляется в пути и тех самых get-параметрах. Вот видите, здесь путь, например, static images, project logos и wiki.png. Дальше мог бы стоять знак вопроса и какие-то параметры, а это все данные, которые мы отправляем. У этого есть подхода, есть одно преимущество-недостаток, что можно сделать ссылку с этими данными, и при нажатии на эту ссылку каждый раз будут отправляться эти данные. Поэтому не очень хорошо, если имеешь что-то на сервере. Например, если бы у вас был форум, то вам бы нехорошо было принимать на него сообщение методом get, можно было бы сделать ссылку, при нажатии на которую пользоватый бы постил сообщение на форуме. А методом post сообщения отправляются в теле запроса. Там будет, например, отдельный заголовок content-lens, и в этом заголовке content-lens будет количество байт в теле запроса. Это количество байт прочитает сервер и как-то интерпретирует. И сделать URL, который побуждает браузер отправить такие-то байты постом на сервер, нельзя. Их можно отправить, например, только из какой-нибудь формы или специальным JavaScript-ом. Но ни в коем случае не просто нажатием по ссылке. И то JavaScript будет ограничен в том, на какой хост он может отправить этот запрос. Именно в этом это отличие протокола post. А насчет того, что будет он менять или не будет менять данные, данные – это уже, так сказать, просто пожелание к разработчикам веб-сервисов. Для того, чтобы… Просто нехорошо, если запросы типа get меняют что-то существенное. Ну так вот. Если мы хотим постом отправить файл размером 100 мегабайт, но не уверены, готов ли его принять сервер, что мы делаем? Мы отправляем запрос, пост, ну куда мы хотим его отправить, путь на сервере, HTTP 1.1, заголовок хвост, сейчас я тоже упомянул, почему он должен быть, и говорим «экспект 100 континью», специальный заголовок «экспект 2» и там пишем «100 дефис континью». А сервер нам ответит, либо 100 континью, то есть да, я готов принять файл такого размера, либо ответит ошибку, что нет, файла такого размера я не принимаю. В противном случае вам пришлось бы отправить весь этот файл здоровый размером 100 мегабайт, только потом узнать, что сервер его не принимает. Что этот размер превышает, например, лимит на размер файла на данном сервере. Это было бы неприятно и слишком накладно по ресурсам. Именно для таких целей, которые просто касаются каких-то информационных сообщений, там вида «можно-нельзя», используются сотые коды ответа. Двухсотые коды ответа, то есть с 200 по 299, используются для успешных ответов. Самый частый из них используемый, это код 200 ок, то есть 200 все хорошо, если вы выполняли какой-то запрос, который мог потенциально иметь данные, можно отправляться там, например, там, что данные не поменялись, или, например, если вы выполняли запрос, удаляющий какие-то данные, код 204 на удата, но данные удалены, отвечать нечего, поэтому отвечать, например, код 204, хотя запрос был успешным. И большинство этого диапазона не занято, в ваших приложениях можно использовать кастомные коды 200 диапазона. Коды 300 редиректы, которые указывают браузеру, что ему делать дальше. Например, код 301 — это постоянный редирект, который браузерами кешируется навсегда. Если вы сделали постоянный редирект одного урла на урлбет, при этом будет на запрос отдаваться HTTP 301 будет перманентно, как мы видели в том примерном запросе на Рандлер только что, и локейшн, на который мы отправляем. И браузер это закеширует. То есть он запомнит его у себя, и в следующий раз встретив такой запрос, который был за редиректом 301 кодом, он уже не будет идти на сервер и что-либо запрашивать. Он сразу пойдет туда, куда его за редиректили в тот раз. Это означает, что вы теряете данный редирект из-под своего контроля. То есть если вы его сделали, но печатали в символе, ой, я же не туда хотел редиректить, все поздно. Браузеры уже запомнили. Всегда, как бы что вы не исправили на сервере, они еще долго продолжат ломиться на старый адрес. Его придется поддерживать в костыле, делая еще один редирект, например. 302-й редирект временный. Временный редирект отличается от постоянного тем, что браузером не разрешено его кешировать. Они всегда будут должны идти на сервер по этому урлу и запрашивать, а остался ли там еще этот редирект, не изменился ли он, не убрали ли его. Поэтому он всегда находится полностью под вашим контролем. Но его меньше уважают поисковики, поскольку делая с одного адреса на другой, 301-й директ, вы берете на себя обязательство его поддерживать, а делая 302-й директ, вы обязательства не берете. Поэтому поисковики такой директ уважают меньше. 304-й код означает, что изменений в данном контенте нет. Представим себе, что есть какой-то контент, который мы считаем меняется редко, например, какие-нибудь картинки на сервере или прочая статика, и которую мы не хотим гонять между сервером и клиентом один раз, просто хотим узнать, поменялся он или нет. Например, мы знаем дату, когда мы этот контент сервера получили. Скажем, вот я вот этот файл сервера в Википедии скачал 14 марта 2016 года. Я хочу узнать, а можно ли мне продолжить его использовать, или мне надо скачивать новый. Я делаю запрос, этот get, на такой-то хост, if modified sense, и дату, когда я его получил. И мне сервер отвечает 34 not modified, это означает, что скачивать его еще раз не надо, это файл у тебя актуальный, и все. Это еще один вид указания браузеру. Хорошие коды, в принципе, закончились. Начались плохие. Это ошибки клиента и ошибки сервера. Код 400, это, если был, может быть отдан сервером, если был передан некорректный запрос. 401, если требуется авторизация. Но это не совсем ошибка. Вы, например, просто пришли на страницу, требуется авторизация, вам отдадут код 401, требуется авторизация, и в браузер покажет характерное окошко, куда нужно ввести логин и пароль. А вот код 403, значит, что вам сюда просто нельзя, вводить логин и пароль вам уже бесполезно. Вот нельзя и все. 404, страница не найдена. Но вы видите, что здесь пропущен код 400, 401, 403, 404. Какой пропущен? Хорошо, а что за код 402? Он же есть в стандарте. Почему вы здесь не упомянули? Кто знает, что это замечательный код? Нет, это 418. А 402 что такое? Нет, шуточные коды, они вряд ли будут в первой десятке, вы понимаете. А 402 вам задумалось как серьезный. Нет, все сломалось, это 500 коды. Это код и ошибки сервера. А код 402, это надо заплатить. Раньше вообще было непонятно, как работает интернет, как будет устроен биллинг, как можно будет получать доступ к платным ресурсам, когда придумывались первой версии стандарта. Вообще невеста была, куда было развиваться. Поэтому предусмотрели специальный код ответа. На случай, если кто-то обратился к ресурсу, за который он должен заплатить, но не заплатил. Ему будет отдан код ответа 402. Заплатить деньги. Вообще? 400. И это самые часто используемые коды из списка 400. 500 коды, это те, которые вам, будущим разработчикам, будут нравиться меньше всего, это ошибки сервера. То есть это ваш косяк. Ну или чей-то еще на стороне сервера. 500 код, это внутренняя ошибка сервера. Причем такая железная, перезапрошивать бесполезно. Например, баг в коде. Произошел, вот всегда происходит exception при таком запросе, и не надо перезапрашивать, будет опять тот же exception. Куда ты лезешь? Зачем? Код 502 означает, например, что upstream, например, если ваше приложение отправляет, для того, чтобы получить ответ на этот запрос, должно просто перезаправить его на другой сервер, а этот сервер не принимает соединение, то отдается код 502, upstream недоступен. Код 503 – это временная ошибка сервера. Можно перезапросить. Например, для того, чтобы обработать ваш запрос, сервер должен подключиться к базе данных. А у базы данных израсходован лимит подключений. На этот запрос ошибка. Но можно попробовать перезапросить. Вдруг потом количество подключений снизится, и запрос удастся обработать. 504 – это почти 502, только не 502. В том смысле, что к серверу, от которого вы должны были получить ответ на свой запрос, подключиться удалось, но он не ответил за заданное время, так называемый тайм-аут. И в таком случае обычно отдается код 504 – gateway timeout. Это основные 500-ые коды. Хорошо. О чем я еще обещал рассказать, а не рассказал? О том, почему в каждом запросе я передаю так называемый заголовок хост. Дело в чем? Сайтов в интернете много. И с каждым днем их количество увеличивается. Любой из вас может создать свой сайт из-за копейки, которые порядка увеличены равны стоимость одного похода в магазин и покупки там еды, может его сдирать на хостинге, к примеру, год. Это дешево. Но IP-адресов мало, и они заканчиваются. Что происходит, когда браузер подключается на URL, там, HTTP, www.google.com, он адрес адрес google.com в IP-адрес, идет туда и отправит запрос get, и сразу путь – http.1.1. Но поскольку IP-адрес сайта – дефицитный ресурс, гораздо более дефицитный, чем для домена, для сайтов, нам хочется иметь возможность держать много сайтов на одном IP-адресе. Довольно логично. Но узнать, на какой именно сайт пришел браузер, в таком случае, просто так не получится. Он должен будет отдельно сообщить. Ведь домен на имя, оно безвозвратно погибло в адресной строке, когда было разрезовлено в IP-адрес, уже к IP-адресу подключались, и какой домен при этом имели в виду неизвестно. Нужно будет сообщить об этом заранее. Для этого используется заголовок хост. Заголовок хост означает, какой именно сайт хочется получить. Самый дешевый, самый распространенный способ опубликовать свой сайт – это использовать так называемый шарит-хостинг. Сервис, в котором на одном IP-шнике может держать сотни и тысячи разных сайтов. И в этом случае использование заголовка хост просто необходимо, для того, чтобы было ясно, на какой же именно из этих сайтов вы пришли. И в версии протоколя HTTP 1.1 наличие заголовка хост обязательно. Если я отправлю сейчас запрос без заголовка хост по этому протоколу, то мы увидим бедреквест. Смотрите, вот я отправлю HTTP 1.1 и не отправлю заголовка хост. Вот это пример получения 400-го кода бедреквест. В протоколе HTTP 1.1 я так делать не имею права. В протоколе HTTP 1.1, к примеру, имею. Вот, если я отправил такой же запрос по старой версии протокола 1.0, который не требует наличия заголовка хост, он использовал хост по умолчанию. И отдал мне такой же 31 редерет, как раньше, когда использовал заголовок хост. Но протокол HTTP текстовый. Мы уже обсуждали, что по нему отправляются и получаются важные данные, которые можно было бы перехватить на транзите. Поэтому есть мнение, что данные необходимо шифровать. Для шифрования существует сейчас два основных вида алгоритмов шифрования. Это асимметричные и симметричные. Причем симметричные шифрования требуют предварительного обмена ключом для шифрования и расшифровки. То есть обе стороны, шифрующие, расшифрующие, должны пользоваться одним и тем же ключом. А симметричные этого не требуют. Там ключ разбивается на две части, приватную и публичную. Публичными частями можно обменяться по открытому каналу. И то, что было зашифровано, например, с приватным ключом Алисы и публичным ключом Боба, может быть расшифровано с приватным ключом Боба и публичным ключом Алисы. А у кого нет приватного ключа Боба, режим этого сообщения будет недоступен. С хорошей капитографической точностью, что он слышит, что ему придется брутить этот ключ. Если этот ключ имеет сколь угодно, сколь-нибудь разумную длину, то разбрутить его невозможно. Просто нет столько энергии в Солнечной системе, чтобы его разбрутить. Но каким образом это обеспечить? При условии, что нет каких-то людей, которые заранее договорились о своем будущем безопасном взаимодействии. А у нас есть, скажем, сайт, и к нему может подключиться любой клиент откуда угодно, от существования которого мы раньше не подозревали. И нужно обеспечить, чтобы его сессия была безопасной. Это одно соображение. Другое соображение то, что асимметричные протоколы, они, конечно, замечательные. Тем, что не требует предварительного обмена ключами по открытому каналу. Но у них есть недостаток. Они жутко низкопроизводительные. А среди симметричных протоколов есть такой замечательный протокол, как ИЕС, с которыми всеми современными процессорами ускоряется. И работа с которыми очень эффективна. Для этого нужно комбинировать преимущественные недостатки обоих протоколов и использовать протокол асимметричного шифрования просто для того, чтобы меняться ключом для симметричного. И в дальнейшем использовать этот ключ для асимметричного шифрования своих данных. Так работает SSL. И когда клиент желает подключиться к серверу, клиент генерирует свою собственную пару ключей, получает публичный ключ сервера и производит так называемый SSL Handshake, в котором сервер с клиентом обмениваются ключом для симметричного шифрования. Дальше обычно по протоколу ИЕС, другие протоколы сейчас практически не используются, поскольку старый древний РЦ-4 небезопасен, уже практически нигде не поддерживается. А новый источник ЧАЧА в поле еще нигде не поддерживается. Вот так вот, по протоколу чаще всего ИЕС происходит дальнейшее взаимодействие в данной сессии. Причем это устроено как называемый SSL Тоннель, то есть просто те же самые HTP-запросы и HTP-ответы, прозрачно для приложения шифруются на одном конце и расшифровываются на другом. Казалось бы, все хорошо и прекрасно, но что будет, если злоумышленник, контролирующий транзит, просто возьмет и сгенерирует в себе пару ключей, причем серверу скажет, что это ключи клиента, а клиенту, что это ключи сервера. Ведь он сможет таким образом расшифровать трафик, отправляемый клиентом на сервер, потом зашифровать его и отправить на сервер, уже посмотрев содержимое. И также, получив ответ сервера, расшифровать его, посмотреть содержимое, потом зашифровать и отправить клиенту. Какой механизм помешает злоумышленнику так поступить? Как сделать так, чтобы даже если он так сделал, это было явно? И можно было заметить, что кто-то нехороший вклинился в ваше соединение посередине, не отправлять там никаких важных данных. Ну а что такое по времени ответа? Вот где-то посередине, у смеча переполнилась очередь, и он начал задерживать пакеты. Откуда вы узнаете, что это злоумышленник или это? Хорошо, подпись. А кто должен подписывать? Вот, например, можно было бы, чтобы кто-то, кому, кого все хорошо знают, все доверяют, подписал публичный ключ сервера, и сервер отдавал свой публичный ключ подписанным. Таким образом злоумышленник, подписанный таким образом публичный ключ сервера, получить не сможет, и сервер в этом случае будет защищен. Но как быть, если злоумышленник в этом случае создал свой другой сайт и получил для него такой же подписанный публичный ключ? Как отличить, что этот публичный ключ тоже надежно подписанный, но не для того сайта, на который вы обращаетесь? для этого нужно чтобы в вы подписывали не только публичный ключ своего сервера и опубликованную публичный ключ своего сервера и некоторый набор служебных параметров например да домен вашего сервера в также в даты в течение когда с которой по которую публичный ключ валиден и тому подобные вещи все это вместе с электронной подписью какого-то доверенного лица называется сертификат именно такие сертификаты используются для для того чтобы обеспечить безопасность есть без соединений давайте посмотрим мы подключились с помощью с по протоколу ssl с помощью соцеля к серверу в google ru на 443 и мы получили оттуда целую цепочку сертификатов это сертификат гугла сертификаты правил промежуточных авторитетов которые выписали сертификат углу и нам и наконец корневой сертификат так и квифакса это основной доверенный центр который выдал сертификат которым был подписан на ключ которым был подписан сертификат на ключ которым был подписан сертификат на ключ которым был подписан сертификат на ключ который был подписан сертификат гугла в доме которую построил джек именно то что сейчас сказал и называется термином цепочка сертификатов то есть доверенное лицо может делить диригировать есть полномочий кому-то другому и сказать чтобы ему доверяли также как метро и он ему выдать сертификат с правом подписывать другие сертификаты и вот здесь мы видим такую цепочку из трех этапов то есть эквифакс подписал сертификат геатрасту а геатраст подписал сертификат гуглу и есть от гугла получен сертификат в формате b64 но вы вот этого не пугайтесь это не страшно там можно прочитать что этот сертификат выдан на доменное имя google.com что сертификат выдан доменное имя google.com и на других не валиден а как это видно а давайте его прочитаем этот сертификат сначала сохраним его файл а потом используем утилиту open ssl вот отлично мы читаем сертификат и видим что он выдан в государстве сша организации google авторитетом и google интернет аута рите поскольку угла если собственный авторитет и доступные который который правда не основной а он ему выдал права геатраст которому выдал права и пифакс и этот сертификат валидность вот такого вот таймстэмпа по вот такой вот таймстэмп то есть приблизительно в течение года и этот сертификат выдан на именно доменное имя google.com и если бы кто-нибудь захотел его использовать например для сайта example.com то браузер показал бы страшное красное окно что вы подключаетесь по недоверенному соединению и этот механизм позволяет защищаться от атак человек типа человек человек посередине поскольку человеку посередине скажем на домен google.com валидный сертификат такой которого все бы доверяли не получить эти кто-нибудь узнал когда а если авторы браузера вдруг однажды прознают что какой-то из сертификации на authority выдал сертификат на один из доменов тому кому-то домен не принадлежит то просто это сертификация authority такими таковым быть ними немедленно перестанет ему перед немедленно перестанут доверять браузер и он потеряет свой бизнес это дает определенные гарантии честности просто потому что без этих гарантий честности они никому не нужны между деньгами платить не будет и и что и основная часть этой сертификата почему такой большой это публичных ключ гугла и несколько служебных полей так устроен ssl который позволяет оборачивать себя практически произвольные протоколы например htps это и степи в ссср тоннель и maps это протоколы maps в ссср тоннеля и так далее но конкретные протоколы положением и подробнее рассмотрим когда будем рассматривать серверы работающий с этим протоколом чтобы сделать предметно а на сегодня я думаю что что стоит за стоит закончить иск если у вас есть и какие-то вопросы которые вы почему-то не задали сразу лучше задайте их сейчас